Олег Кустов. Трилогия сезонов. Читает автор. Сезон Семян. Високосная реприза зимы. Во всяком переживании есть нечто от приключения. Все было, как в детстве, когда, положив голову на подушку, он различал завывания в юге, скрип полозьев, морозное дыхание пустоши. И потом белый снег, белый день. В тесном мерке ушной раковины вился снежный вихрь. Вился всегда. Достаточно было сложить ладонь и поднести к уху. Слышался однозвучный гул, умещаемого в горсти океана, спаянного бесчетным множеством связей, гудящего избаловства, в пустоту, просто так, чтобы было кому гудеть. Мчался ли вихрь навстречу. В абсолютном просторе его было что-то от паралича. Средь бела дня он гипнотизировал, из раза в раз совершая один и тот же черно-белый перформанс с бесконечностью, ветром и снегом. Науке известны типичные мотивы сновидений и спасительная избирательность памяти. Здоровые дети засыпают сразу и беспробудные либо остаются глухи, либо беспамятны. Увы, это вряд ли могло утешать. Кошмар настигал наяву. Кошмар света и пустоты, в котором шел мокрый снег и хлопья падали, не достигая земли. Тогда к сомкнутым векам подступали две тени в облегающем черном. За пеленой снега они были видны, как под увеличительным стеклом в фокусе объектива. В одном ритме. Пугающе осмотрительно двигались они по кругу, медленно, механическим, скользящим манером, будто в руках у них лыжные палки, переставляемые степенно и тяжело, в неизменной уверенности в получении непреложного в назначенный срок. Насквозь пронизанные ветром вряд ли они были людьми, если вообще когда-то были чем-то живым. Где-то далеко и свирепо безумствовало вьюга. Здесь же падал и таял снег, и тени шествовали, чтобы однажды вернуться и увести за собой. Картина могла служить заставкой к компьютерной игре. Действию дурашливому, имитации имитаций. Ее ходы и фигуры терялись в несметном богатстве байтов и пикселей, чьи возможности пеленали пространство свободы. Боги числа и многорукие знаки слов, символа времени, хозяйничали у кормила этого гиперболоида. В его складках бились волны, цвели города, по его плоскостям разбрелись народы, раскинули страны, а на линиях, где жизнь и смерть встречались и не узнавали друг друга. Колдовски притягивала к себе тайна обречения на безумие и любовь. Стремясь к победоносному завершению, игрок экспериментировал, рисковал, пускался во все тяжкие, хотя, что ни делал, развязка неотвратимо метила в самое сердце. Ему не был ведом исход. Обыкновенно он даже не подозревал, какие перипетии готовит игра. И все потому, что не суждено было повториться действию, слагаемому натяжением телесных начал. Физическая невозможность перезагрузки придавала исключительную остроту. Допускалось временное хранение файлов, просмотр текущих воспоминаний, не более. Никому не доводилось играть по новой. Однократность и была переключением. А вокруг... Белый снег, белый сон... Все было как в детстве. Вьюга завывала стылым голосом ледовитого океана. Двое неизвестных брели, не выказывая лиц, не называя имен. Он знал. Когда те не вернутся, он умрет. Перед отъездом. Тонкости терминологии. Кассир плакала. Ее маленькая скукоженная личика угнетала. Покупатели переходили к другим кассам, где выстраивались в очередь, лишь бы не видеть этих страданий. Возникший рядом администратор, по всей видимости, корень всех зол и причина рыданий, склонила длинную шею и вся в каких-то оранжевых пятнах старалась казаться беспристрастной. В глазах читалась некоторая растерянность. Все-таки не каждый день вот так, при наплыве народа, отлаживая производственный процесс, приходится демонстрировать управленческие навыки и организаторские таланты. Не мешкая, Ольга освободила корзинку. Каждый день специально для завтрака она брала здесь всего понемногу. Ломкие хрустящие булочки, кофе, два йогурта и форель ломтиками в масле. Все, что муж любил свежим и чтоб только что из Германии. Да еще бутылка ликера, это уж для себя. Жора такое не пил. Шмыгая носом, кассир привычно приступила к расчету. Она могла делать это даже в полусознательном состоянии и просто потому, что глаза смотрят, а руки не скреплены. — Потому и взяла. Что как с пальцы уходят, — жалобно объясняла начальству. — Хлегба купить не на что. Спасибо, люди добрые помогают. Живем от получки до получки. Все на кредит. — Что теперь? Она еще раз схлипнула и закрыла кассу. — Ваши сорок копеек. Положил на сдачу. Каждый день Ольга оставляла ей эти сорок копеек, а иногда и сорок рублей, что было для семейного бюджета несущественно, но значимо для нее самой. Зарплата жены полагалась ей половинками пару раз в месяц. Так только чтобы прокормить себя подростка сына и престарелую мать. Жора предпочитал рестораны и редко показывался за семейным столом. Он не ел, а питался. Его занятость допускала бизнес-ланч в будни и украинский шинок по выходным. Во всяком случае, то он так говорил. Она не понимала его гастрономического попустительства. Мир жертвует собой ради человеческого существа, — считала она, — когда иное превращается в тождественное. И потому не могла относиться к еде легкомысленно. Совместная трапеза была некой гарантией, что однокашники не съедят друг друга — фактор немаловажный в личных отношениях. Отсутствие мужа за обеденным столом нагоняла тоску и наводила на мрачные мысли, заставляя осушать припасенное к случаю спиртное. Елена Ивановна корила дочь за это пагубное, на ее взгляд, пристрастие, хотя и сама была не прочь разбавить ликер кое-чем погорячее. К тому же, все это высокоградусное изобилие покупала с Ольгой за собственный счет. Уже полгода как она снова работала на полставки, ни шатка ни валка, получая небольшие деньги за свой ни шатки ни валки труд. Мировая причина — поток всеувлекающий. К нему примешивается и мусор, и грязь, и посторонний хлам, такие, что сразу и не разберешь, откуда столько всего. Пустые слова влекому подобно взвеси. Ольга возвращалась с публичной лекции. В силу академической привычки она все еще изо дня в день старалась открывать новое, что будоражило бы воображение и обещала поразительные перспективы. Сегодня ее постигло разочарование. Симулякр поимел образ профессора. О нем писали. На него ссылались. Утверждали, что расширил и углубил. Помог великим и взвалил неподъемный труд. Даже имя его говорило само за себя Геннадий Игоревич Зарецкий или, как было принято в дружеском кругу, Геня Зарецкий. Откуда взялось фамильярное обращение, давно забыли. Не исключено, что инициатива исходила от самого адресата. Однако ничто не имело значения в сравнении с окладистой бородой, выдающейся лысиной и под слеповатыми глазами ученого-гуманитария. Ничто не могло оставить и тени сомнения в том, что он действительно расширил, углубил, помог и даже основал. В общем, заводной попался дедок. «Я говоря, говорю», заявлял он, «понимать надо не меня, а понятая или не понятая мной». И окончательно укатывая аудиторию, добавлял, «Так вот, какое вам дело, что я сказал?» Дело, настоящего дела, ради которого стоило бы растрачивать жизнь на споры и толкования, не было у него никогда. Генечка этот воздвиг гору, но гору банальности, без божества и вдохновения, как сказал бы поэт, ни Олимп и ни Парнас и даже ни Валдай, но всего-навсего замусоленный пуп гени Зарецкого, лысым сморчком, торчащий в комариных чащах среднерусских лесов. И все-таки несчастные, вовлеченные в общераж отчаянно бестолковым предубеждением пытались участвовать в общем деле, задавать вопросы, искать общего понимания. Образ не имел подобия. За внешней оболочкой человека науки скрывалась суть интригана истяжателя званий, наград и неслучайных прелестей и полноценного материального благосостояния, к чему Генечка, судя по выставляемым на показ духовным запросам, вроде как и не был причастен, но чего вожделел с первых шагов на стезе познания. Палагиат бурным цветом колосился на полях и по страницам его работ, что вовсе не мешало ему зарабатывать на публичных выступлениях и околонаучных диссертационных советах. Он шустро лавировал между подводными камнями теоретических омутов и стремнин эмперии, анонимными диверсиями сражал оппонентов и подтапливал соратников ненароком. Что-то было в нём от того героя Анатолия Попанова, что на чёрных камнях цеплял рыбу на удочку Никулину, а потом с голым задом и аквалангом шнырял на отмели у самого дна. — Лёлик, — умолял его Миронов, — это же не эстетично, и глупо вертел в руках монтировку. — Зато дёшево, удобно и практично, — склабился Лёлик и гарантировал, что клёв будет такой, какой ему, козлодоеву, и не снился. — Коза-доев, — возражал Миронов, — козла-доев, — настаивал Лёлик и готовился снимать гипс. В последнее время Генечка всё чаще плакал на гробах, крестился в церквях, голосовал на партийных собраниях. И всё от того, что симуляк равнуждался в приверженцах, кого опять-таки имел по образу профессора, обирая вечными сетованиями на семейные неурядицы и слабое здоровье, присваивая идеи и бесконечно затягивая сроки защиты, когда уже и взять-то ничего было нельзя, и молодые люди терялись в мутных потоках житейской необустроенности. Там они окончательно свыкали с мыслью, что есть друзья, есть враги, а есть ещё Геня Зарецкий, любезней старого друга и опасней кровного врага. Так думали одни. Другие решали, какой же он всё-таки убогий, если вымогает с учеников. На одних, с примесью трагического наряда, Генечка сетовал, как на несчастье своё, на других пенял, как на сумасшедших, но прежде допытывался, кто родители, как живут, насколько хватает средств к существованию, словом, узнавал всё, чем богаты и главное, чего хотят от новомодной антропологии. Делалось это, несмотря на далеко идущие цели наживы, с видом искреннего участия и отеческой заботы. В незнакомой аудитории Генечка не утруждал себя протоколом, предпочитая держаться естественно, а значит грубо и агрессивно. С налёту загоняя в угол, что иногда даже вызывало воодушевление в публике, но только если число мазохистов и тех, кто поглядеть любит, превышало разумные пределы. Пробормотав под нос очередную порцию велеречивого бреда, Генечка с нескрываемым небрежением позволял задавать, что ли, вопросики. — Геннадий Игоревич, — поднялась Ольга, — вы нарисовали карту современной реальности и задали определённый язык и в этом смысле зону приложения теоретических и практических представлений антропологии. Я выражу своё недоумение. Под прицелом его острых глазок она разволновалась. — Недоумение заключается в том, что вот когда вы рисовали карту, 80% я просто подсчитывала заимствованных слов, иностранных слов напрямую, а первая часть была посвящена развертыванию одного прекрасного русского слова. — Как у вас это связано? — У меня? — протянул Генечка. — Да. — А, понимаете, проще мне вам ответить, а я-то тут при чём? — Я-то тут при чём? — повторил старикан. — Я, извините, а как вы вообще относитесь, так сказать, к математической терминологии? — Вы занимаетесь там, — Генечка снова забармотал, — какими-нибудь, не знаю, категориалами. — Ну, математическая, — Ольга запнулась, — математическая терминология, например, Магнитского одно, есть терминология, — вы знаете что? — перебил Генечка. — Ну и далеко вы уедете на своей сахе с Магнитским, то есть с арифметикой Магнитского. — Зачем же вы тогда говорили о ведении? — Я же вас спрашиваю. — Вы же про это говорили. — Что значит «зачем?» — перебил Генечка. — Вы можете как угодно. — Вот вы можете к корпоративному миру относиться как вам угодно. — Вы человек в свободной стране живём, — заторотурил он. — Конечно, — кивнула Ольга. — А мы так и относимся. — Всё меняется. — Если вы начинаете работать, так сказать, в этом мире, в мире этих корпораций с Магнитским и там дальше первого этажа, то есть дальше вахты, делать нечего. — Я понимаю, вы говорили, — пыталась было возразить Ольга. — Я спрашиваю вас, в вашем докладе первая часть была посвящена другому. — Как у вас эти части связаны? — У меня? — У вас! — У вас! — внезапно разгорячилась она. — У меня… Генечка сделал паузу и ехидно улыбнулся. — Как мужское и женское начало моей души. Органично! Публика рассмеялась. Кое-кто закашлялся, лысые мужички зарделись нехорошим блеском в глазах. — Ладно, — сказала она и спряталась за столом. Генечка был таков. Подли, с отекшим лицом и таким же колючим, как у него взглядом, восседала мадам Фига. Под каждым глазом по мешку. Не от напряжения методологической мысли, но исключительно от виртуально-параноидального сплетения интриг, центром которых, как старая ржавая паучиха, была ее собственная персона. Жажда наживы управляла Генечкой. А Генечка — фигой. А та уже по его команде регулировала всякую сволочь. — За нас за тёток! — было любимой присказкой Фиги по совершению очередной задуманной подлости. И если Генечка в старости немногим отличался от Лёлика, разве что бороду отпустил до очки напялил профессорские, и то действительно по слабости глаз. Мадам Фига всегда была героиней Светланы Светличной, и умела не только задом вилять, но и возопить в решающий момент. — Невинноватая я! Он сам пришел. И спрятать груди под крестом изящно-беспомощных рук. Неумение уживаться с людьми Фига подменила ненадежной ставкой на коварство, постепенно ставшее ее натурой. Она начала прибегать к нему, дабы выжить в трудном социалистическом мире. Ходили слухи, как однажды Фига наутмаш залепила пощечину секретарю партийного комитета и сделала это не от большого ума, но по причине хрупкости этой самой своей натуры. Со временем к хрупкости добавились и подлость, и коварство, и она сама уже не смогла бы назвать тот рубеж, когда из нелишенной привлекательности женщины превратилась в облезлую от одиночества старуху. По своему обыкновению Фига произносила речи об интеллигенции и интеллигентности и полагала, что имеет на то полное право. Присоседившись к Чехову, она по капле выдавливала из себя человека и смердела от нее всем неподвижным, бездыханным, неживым. «Да вообще, зачем нужно таким образом ставить вопрос?» – высказалась и уставилась в пустоту. Фига не была бы собой, если бы хоть в одном вопросе выражалось ясно и действовало прямо. Увы, мировая причина – поток всеувлекающий. Пустые россказни дедулек с бабульками от науки нисколько не касались бы Ольги, не обладая она отчаянным волеизъявлением, требующим пережить все, что плел хитро выделанный старикам. Ей казалось, что философы изобретают названия для хорошо известных вещей, и когда в некоторый критический момент слова провалятся в пустоту, уйдет на дно туда, где двуличием захлебнулась душа и память о человеке, и некому больше будет помянуть бедолагу до самого судного дня. Поэтому словам она предпочитала звуки, а философии – музыку. Зарецкий разглагольствовал, выпуская как струи пара из скороварки сентенции о человеческом потенциале, демографической детородной активности, пределе духовно-нравственной осмысленности, культурологическом смысле понятий. Трюки, каким он прибегал, с библейских времен от лукавого. Симулякр и был от лукавого. Образом бесподобия, видимостью, в которой ни на йоту не было содержания. И он набирал обороты, тряся головой, барбача заклинания, распечатанные на обратной стороне неизвестного документа. «Думает, что умен», – заключила Ольга. «Набрался расхожей мудрости и несет ее людям. Криво как-то несет. В школе экономики за бороду ему платят три тысячи долларов. Надо бы и козлам назначить жалование». Документ был длинным, как борода пана. И она успела изучить все хитрости форматирования, прежде чем объявили перерыв. Ей ничего не стоило выйти посреди обсуждения и погрозить на прощание пальцем так, чтобы симулякр подавился пустословием. Хотя надежды, что он когда-нибудь будет называть вещи своими именами, не было никакой. А ведь именно с этого следовало бы начинать любую работу. Ольга скомкала приготовленные было по студенческой привычке листы, включила сотовый и, не глядя ни на кого, покинула вековое логовище знаний. Субтитры создавал DimaTorzok Немного лет назад, будучи уверен, что все идет как надо, Олег Андреевич разделял оптимизм аналитиков. В биржевых рейтингах его компания прочно утвердилась в стройке лидеров. По оборотам ей вообще не было равных. Премии и награды сыпались как из рога изобилия. Финансовый Олимп, компания Года, элита фондового рынка страны. Олег Андреевич помнил их все. Еще бы, ведь это был титанический труд. Каждый год активы детища увеличивались многократно. Спекуляции неизменно приносили доход. Компания превратилась в настоящий финансовый холдинг со своим банком, ипотечным центром, депозитарием, боевыми и пенсионными фондами, брокерами, управляющими, занятыми консультированием, аккумулированием, инвестированием и всей той коммерческой активностью, в какой Олег Андреевич чувствовал себя как рыба в воде. Он был тонок, подвижен, непредсказуем. От остроты задач и жесткости курса на их выполнение у него развился небольшой тик. Перед открытием торгов, глядя на монитор, он нервически подергивал плечами, прижимая подбородок к груди и пряча шею в воротнике рубашки. Это делало его еще больше похожим на печальную от всезнания рыбу, что зависло посреди океанских глубин и непреднамеренно шевелит плавниками. Даже за глаза никто в конторе не называл его иначе как шефом или генеральным. И в этом обращении сквозил неподдельный пиетет к тому, кто обеспечивал прокорм всей стаи. Меньше чем за два года Олег Андреевич открыл десяток филиалов и три десятка агентств в разных концах страны и наконец переехал в столицу. В Сибири остался офис, памятный ему по тем временам, когда он только начинал делать деньги и где до сих пор гигантскими красными буквами на фасаде значилось «Компания Дилерсервис Кредит». Вместе с генеральным в Москву перебралась часть специалистов, быстро нашедших свое место в новой табеле о рангах. Поначалу они без конца смаковали прелести провинциальной жизни в тостах и застольных беседах, затем вспоминать стали реже, а ныне позабыли совсем, ведь разговоры о прошлом утомляли Олега Андреевича. Как и прежде, он был весь устремлен в будущее. И потом на периферии остались те, с кем они разошлись и о ком заведено было говорить как о лохах и чудиках, с неизменной усмешкой и напускным сожалением. В туне Олег Андреевич кое о ком сожалел. Взять хотя бы Ивана Солдатова, чьи нервы не выдержали еще в 97-м. В одиночку с дипломатом налички Иван путешествовал по городам и весям, скупая акции энергетических предприятий у тех, кому они чудом достались после манипуляций с приватизацией. В три цены генеральный сбывал их на столичной бирже. Рынок шел в гору. Настал день и Солдатов захотел, чтобы его сопровождали люди их в камуфляже. Всю тщетность страхования наличных расчетов понимал Олег Андреевич. «Какая охрана, ежели стреляют из автомата?» «Сдрефил Иван, зря. Я вот не боюсь, рискую деньгами». И выставил ультиматум. «Сдают нервы, увольняйся. Ничего не изменится». Солдатов уволился. Потом приходили люди с образованием и без. Коллектив молодел. Олег Андреевич предпочитал выпускников университета, в особенности математиков. При сделках с ценными бумагами аналитические способности были гораздо важнее, чем знания политической экономии. Всех прочих он не пускал дальше бэк-офиса, полагая, что состоятельность дипломов следует доказать. Кое-кто годился для мубажной работы, ее было много, она требовала внимания и педантизма девочки-отличницы, переписывающей набило всю тетрадь, если не дай бог, замечталась и поставила кляксу. В отсутствие шефа служащие офиса играли, посетив старый добрый Квейк или Воркрафт. Конечно же, генеральный знал все. Тем более, кто и какие сайты посещает. Сисадмин, громадный волосатый черт, представлял подробный отчет. Но это была всего лишь деталь громадной машины, приводимой в действие талантом генерального. За стенами вестибюля с приветливым юношей в белой сорочке и приглушенным освещением несла сумеречный дозор служба безопасности компании ДСК. Здоровенные дядьки любовно оглаживали цевье огнестрельного оружия и, отслеживая заныканные по углам видеокамеры, не гнушались прослушиванием телефонных разговоров и слежкой за сисадмином. Система была отлажена. Олег Андреевич и сам был не прочь подбродить по укромным закоулкам человеческих душ и не однажды заглядывал в коварно замаскированное помещение. О негласном контроле не догадывались разве что новички. Но скоро всеядная осведомленность генерального подвигала к мысли о всевидящем оке и всеслышащем ухе. Старожилы компании уже давно, что называется, фильтровали базар. В их исполнении искусство подобострастия было доведено до предела. Самые талантливые развили навык подергивать плечами, когда шеф подслеповато тыкался в монитор, однако нашлись и такие, кто сумел превзойти даже это. Под занавес одного из корпоративных выездов на природу Олег Андреевич упал в пустой бассейн и сломал ногу. Как только нога срослась, костыли генерального пошли по рукам и за год поменяли нескольких владельцев. — В этой конторе палки без дела не пропадут! — подсмеялся водитель, с чем и был послан на вольные хлеба. Каждый день старожилы собирались на планерку. Если Олег Андреевич был не в духе, заседание превращалось в сеанс групповой психотерапии. Большеротый, как кукушонок, Илья Андреевич, штатный психолог и родной брат генерального, раскладывал бумагу и карандаши и предлагал нарисовать светлое будущее. В последнее время шефу все чаще мерещились ослинные уши. Из состояния глухого отчаяния его не могли вывести никакие приемы доморощенного психолога. Он все реже появлялся в компании, раньше двенадцати, и сосредоточил усилия на одной только цели. Ни много ни мало ему светил министерский чин, должность начальника федеральной службы по финансовым рынкам. Теперь кое-кому нужно было помочь и устроить выигрышный расклад. Тогда очередная вершина карьеры была бы покорена. Отчисления росли, компания набирала обороты, Олег Андреевич прилагал все усилия, а намеченное не сбывалось. Ему пришлось набраться терпения и ждать. По заверениям нужных людей, место вот-вот должно было освободиться. Как назло разразился кризис, всемирный масштаб которого неустанно подчеркивали нежелающие подавать в отставку министры. Ситуация зависла. Как зависает несправляющаяся с объемом новых задач старая вычислительная техника. Вариант перезагрузки был наглухо заблокирован силовиками. Олег Андреевич узнал неприятную для него беспомощность и временами оказывался недееспособен. Руки тряслись, мысли путались, беспричинное раздражение одолевало. В такие моменты руководство компании брал на себя зам по финансам. Друг и соратник. Он следовал за Олегом Андреевичем со школьной скамьи и полнел пропорционально достижениям. Бывало ли генеральному хорошо или плохо, огромный и великолепный, как истукан, он всегда стоял рядом. Звали его Вадим Сергеевич Бряк. С выпадающей буквой У из наследственного семейного имени Буряк. Ну так уж повелось. Бряк, да бряк, просто бряк. Как правило, Вадим Сергеевич не выходил из кабинета, где по легенде шевелил мозгами и обсчитывал рентабельность операций. А кабинет его располагался прямо напротив, под опекой одного с шефом секретаря. Удар в спину наносят те, кого защищают грудью. Да так ли? В приемной орудовала Наталья Безменова. Девчина непонятного возраста с темпераментом комсомолки двадцатых годов. Для полного сходства ей не хватало потертой кожанки, нагана за поясом и окурка в зубах. Она обладала зычным голосом, прической медузы Гаргоны и устрашающим взглядом. Не самое удачное сочетание для деловых переговоров, но это тоже был трофей из Сибири. Темные круги под глазами, скрыть которые не помогал яркий макияж, придавали ее внешности чрезвычайную экспрессивность. В своем деле она была виртуоз. Острая наблюдательность и тайное знание служили Натале столпами исповедания секретарской веры. Ей и вправду было известно, что и кому передать, что хочет слышать и видеть шеф и чем его лучше не будоражить. Его обиды она переносила как свои собственные и всегда была осведомлена, что происходит в конторе, быть может даже больше, чем вооруженная шпионскими штучками служба. И это был еще один источник информации для Олега Андреевича, хотя некоторые считали его бабьими сплетнями, но опасались не меньше доносов в контрразведке. Илья Андреевич считался с ее мнением, как во времена исторического материализма считались рекомендациями секретаря партийного комитета. Вадим Сергеевич регулярно отпускал Наталью пораньше домой, внешне недоумевая, почему это она не уходит и курсирует между трейдерами и бухгалтерией, пока не завершатся торги, а вне семинаров для клиентов компании задерживается допоздна, внимательно изучая посетителей и в сотый раз прислушиваясь к излагаемым специалистам и тонкостям биржевой игры. Олег Андреевич доверял ей, насколько вообще мог кому-либо доверять. Его доверие измерялось весомым окладом. За преданность и усердие Наталья получала бонус, сравнимый разве что с вознаграждением начальника отдела кадров, каковым, впрочем, и являлась де-факто. Удивительно, но каждый в конторе ощущал себя так, будто не любят здесь именно его. Злые вы, уйду я от вас. Вот что крутилось в голове у белых воротничков. Почему? Быть может из-за слабости к бабьим сплетням или по привычке лихорадочной подозрительности генерального, воротнички шипя и присвистывая непрестанно постукивали друг на друга, что придавало конторе сходство с клубком змей. Даже Олег Андреевич опасался обжечься ядом. Он искренне желал иной сплоченности коллектива и, оплачивая корпоративные попойки по пятницам, обеспечивал офис завтраком и обедом, каникулами в жарких странах и, в конце концов, тем самым отдыхом за городом, который, по большому счету, был ему в тягость, но хоть как-то разнообразил, не поймя от чего, приедающееся течение жизни. По утрам генеральному было скверно. Не помогал и штатный психолог с бутылкой Хеннесси и привычными ста граммами фронт-офисных. Будучи секретарем и кадровиком в одном лице, Наталья тоже добросовестно выполняла обязанности и не видела ничего предосудительного в том, что изо дня в день докладывала Олегу Андреевичу, кто и с кем, иногда даже о чем, говорил накануне. При надобности она могла подойти и сказать. Дима, знаешь, что выдал сегодня шеф? Давай, говорит, уволим Деникина. Сидит целыми днями, не пойми чем занят, толку никакого. Жутко тобой недоволен. Разозлился, ух! Я ему... А клиентов кому направлять? Клиент и дорогу знает. Говорит. Шарится в сети и только. Уволим сегодня же. Едва отстояло. Хорошо пообещал. Посмотрим до Нового года. Принятый на работу по осени, Деникин растерянно пожимал плечами. Столь неожиданно была атака и основателен напор, хотя про себя был уверен, что невелика потеря. Тихое коллективное сумасшествие и атмосфера злобной придирчивости не могли не угнетать. Ну вот промчался когда-то юный двадцатый век. На самой заре, в нежной, бешеной и пылкой влюбленности едва ли можно было прозреть все его прелести и катастрофы. Век промчался. И так же тает луна, и тает снег. И совсем не глобальное потепление тому виной, а естественный, как и сто и две тысячи лет назад, на заре новой эры ход времен. Другой, куда более заковыристый вопрос обескураживает наблюдателя внутри системы. Что стало с людьми? На радостных новостях о резком росте стоимости акций Олег Андреевич вернулся с белых тайских пляжей. Пока быки загоняли цены все выше, нельзя было упускать шанс заработать на арбитраже. Это были сделки с наибольшей доходностью за счет разницы между ценами в регионах и столице. Провинция обыкновенно спохватывалась в последнюю очередь, и это было золотое дно. Но свидетельства корпоративной лояльности, темные круги под глазами появились и у Димы Деникина, и как-то в момент открытия биржевых торгов он ощутил непроизвольное подергивание в плечах. «А ведь мне нет еще и тридцати», – подумал он, глядя на себя в зеркало после бритья. «Тот-то будет за сорок». Его роль в компании сводилась к занятию трудному и достославному – привлечению клиентов. Для этого нужно было неким образом сделать услуги компании привлекательными. Но если по конъюнктурным соображениям ни у кого не возникало заинтересованности, единственное, что оставалось, это чтобы менеджер был привлекательным. Особенно тяжело дела с клиентами обстояли после дефолта августа 98-го. Казалось, только безумец мог снова довериться финансистам. А безумцы все-таки были. Раз уж оставались кое-какие крохи сбережений у населения, их нужно было всеми правдами и неправдами выудить во благо этого же самого населения. Во всяком случае, Дмитрий свято верил в благородные намерения и миссию дилер-сервис-кредита. На память приходили строки из сборника Елизаветы Стюарт. Поэтессы, одаренной шотландской фамилией и глухим сибирским талантом. «Богатств чужих, бесценные крупицы», – писала та в послевоенные годы. «Боюсь утратить, как пирожар птицы». А коль скоро богатства эти измерялись в крупицах, – решил Дмитрий, – да еще и таких же сказочных, как птица в селках Иванушки-дурачка, то в этом и состоял единственно возможный принцип отношений с инвестором. Итак, в новом тысячелетии все, что касается бизнеса, политики и образа жизни, неумолимо, как дно стоячего водоема, Илам принялось обрастать двусмысленностью. Любая мысль научилась делиться на две, что говорится и что подразумевается. Любое действие на три, кому это надо, что делать и, конечно же, кто виноват. И вот уже те, кому это надо, далеко не всегда совпадают с теми, кто виноват. Из дома жильцов выселили в мыльно-оперный сад расходящихся электронных тропок. Под его сенью народы превращаются в массы, реальность – в рекламу, события – в интерпретацию. Слова и вещи неуловимо меняют значение, а если не меняют – уродуются до неузнаваемости. Совсем как в обществе странных таких людей, достигших договоренности храбрость выдавать за безрассудство, прямоту в суждениях и поступках за сумасшествие, а вымогательство за авторитет. Цензура получила громкое имя формата и диктует счастливым обладателям ключей от сада, что нужно для счастья. Счастливчики спасаются бегством. Все дальше и дальше, вглубь электронных тропок. Они рискуют забыть, что такое дом. Смириться с бездомностью. Стаценко сливал информацию. Сливал грамотно. Как воду из бачка в общественном туалете. Пальчиком через платок, легонько утопив кнопку. К этому даже обязывали всяческие указатели и призывы не забыть воспользоваться очистительной системой. Трудно было не выполнить указаний и так же, будто через платок. Не подать рычажок на себя и не привести в действие откатный механизм. Чтобы забегали, засуетились узлы, шестерёнки, коленчатые не очень валы, передачи, винтики, шпунтики, заработала чтоб машина. А там, кто бы сомневался, проценты от чужих капиталов весомо упадут на депозит в австрийском банке. Контрагент был один, но зато надёжный. Хотя с оценкой не был уверен, что при неблагоприятном стечении обстоятельств тот не сдаст его с потрохами. До сих пор их отношения приносили хороший доход. Остальное было неважно. Все сделки компании ДСК, тактические ходы и стратегические решения, были известны ему как директору центрального офиса. Однако далеко не всё становилось достоянием конкурентов. Достаточно было ослабить позиции компании по одному только направлению, по одному только пакетику бесценных бумаг, чтобы круглые суммы сторонних бодусов, как челны из теньки Разина, выплывали к нему на счёт. Он сам решал, когда можно было, из-за острова на стрежень. Саша и Маша по телевизору вечно всё путали. Маша говорила «из-за острова на стержень», а Саша её поправлял. Маша упорствовала. Стоценко кисло улыбался. Не хотелось ему вот эдак «из-за острова на стержень». А вот стрежень был очень даже себе ничего. Да потом кто не рискует, тот, как говорится, не пьёт. Вообще не пьёт, потому как печень лечить не на что. Велико же было его удивление, когда в своём кабинете за тумбочкой с телевизором он и обнаружил этот самый стрежень. Нет, это не было записывающее-подсматривающее устройство, одно из тех, какие использовала служба безопасности. Это был самый настоящий стрежень, на который, если уж вынесет, так понесёт далеко ящик с коньяком. Коньяк был особый, армянский, праздничный. Шеф такое не пил. У него была своя коллекция от лучших коньячных домов Франции. А если не шеф, то кто? Откуда было взяться ящику спиртного в этом месте и в это время? С Таценко сразу вспомнились дурацкие россказни о том, как в пустой квартире хозяева оставляли початую бутылку коньяка с какой-нибудь отравой внутри. Вор обязательно отхлебнёт. Тут-то ему и крышка. Отравителям же ничего. В худшем случае непредумышленное убийство, но за это срок не дают. Разве что только условный. Да и потом, кто там в оконцовке разберёт, откуда яд взялся в бутылке. Может, они его с собой принесли. Да-да, именно они, квартирные воры, не работают поодиночке. И компании не откажутся выпить. В общем, бомба замедленного действия. Лучше всякой собаки на уськанной на чужих. Выпьют. И поминай, как звали. Так-то. Стаценко кисло уставился на сверкающей праздничной упаковкой коньяк. Он такое не пил. Точнее, он пил и много пил армянского прежде. Стоп. Так может, Макс Шушанян? Он это был ещё тот любитель подобных шуточек. В бытность свою в Сибири Шушанян вмазал ему на заставку монитора голую красотку, слоном выбритым, как подбородок у эфрейтора. И что самое гадкое, убрать это художество в два приёма не получилось. За этим занятием и застукал его Олег Андреевич. Стыдно было. Неимоверно. Объяснялся, что понятия не имеет, откуда порнография это вылезла. Бесполезно. Монолог вагины. Ничего не скажешь. Вот и теперь ящик с ядовитым зельем не от неволи. По-любому, решил Стаценко, коньяк лучше не трогать. То есть даже не прикасаться, а не то, чтобы вскрыть и понюхать. И не позвать ли сюда Наталью Безменову? Уж она-то знает, что и почём. Мимо неё никто и не проскочит. А если это розыгрыш? И бутылки пустые. И поставили их сюда так только для видимости. Вот потешит он Наталью, а вместе с ней Шушаняна, бряка и всю руководящую шатию братью. Нет, надо обязательно убедиться, что перед ним коньяк и что коньяк армянский, праздничный, а не контрафактный набор таинственного назначения. Вот именно. Какое у него назначение? Для чего здесь? Стаценко вытащил бутылку, повертел в руках. Осадка не было. Сомнения тоже. Скорее всего, перед ним всего лишь ящик коньяка. А если это коньяк, то ничего себе всего лишь. Откуда было взяться? Мысли пошли по второму кругу. С минуту он тупо, замерев на месте, изучал бутылку. Сколько на своем веку опорожнил он таких? И не сосчитаешь. Отец вот тоже любил это дело. Как будто из детства Стаценко увидел его глаза, ничем не примечательные глаза учетчика с электровоакомного завода. Отец был близо рук и снимал очки перед самым сном в спальне у мачехи, пряча на прикроватной тумбочке. Дети этого не могли видеть. Но когда просвечивала самая донышко, а праздник продолжался, он, как бы протирая очки, подзывал к себе старшего и, глядя куда-то мимо, совал ему красненькую с профилем Ильича. Старший, само собой, знал, что теперь дуй до виноводочного. Да, было дело. В районе все так или иначе были знакомы, и коньяк ему отпускали. Понимали, что для отца рабочий был, а водку не пил, только коньяк, как интеллигенция. Да и не пил отец много. Курил, да, по две пачки в день, а умер вот от цирроза. Эх, посмотрел бы он на него сейчас. Сколько удалось парню. И все благодаря уму и работоспособности. Наконец, Стаценко принял решение. Выйдя из кабинета, он прошел мимо торгового зала, где за стеклом, как в телевизионном шоу, жили своей жизнью брокеры. Перекинулся парой слов с Натальей Безменовой. Как оно? Идет дело? Идет. Приторговываем. И двинулся прямо к Финдиру. Там ушел пятый десяток. Стаценко сохранял дистанцию и обращался к бряку неизменно вежливо и учтиво, лишь по неотложным вопросам, как только мог обращаться и фрейтор с бритым подбородком к командиру. Не помешаю? Стаценко на мгновение задержался в дверях, словно примеряясь для променада. Сквозь сорочку просвечивала его крепкая коренастая фигура и нательный золотой крест. «Извольте, голубчик, очень вам рады», – радушно улыбнулся Вадим Сергеевич. Полулежа у себя в кресле и, полагая, что руководит процессом, Финдир мнил себя богом. Ровно уложенные пряди и огромные голубые глаза придавали ему сходство с большим, сдобным божеством плодородия, что, собственно, нисколько не умаляло его достоинства. Пожалуй, он и сам не рассчитывал на почести владыки всего сущего, но одним из местных башков вполне мог себя почитать. «Ты с чем?» – оставив полушутливый тон, Финдир окинул вошедшего проницательным взглядом. «С ерундой! С ящиком коньяка!» «Коньяка?» – Вадим Сергеевич возвел очи Гаррия. «Вот даже как! Неизвестно откуда!» «Неужели неизвестно? Возьми на бонусы коньяк в подарок или просто так?» – рассмеялась воловокое божество. «Так, что ли?» «Не знаю. Передвинул телевизор, а за ним ящик армянского. Неизвестно откуда». Повторил Стаценко и, украдкой оценивая настоящее настроение, зыркнул из-под очков. «Так в чем проблема?» «Ящик этот проблема. Что с ним делать?» «А что делать с коньяком?» «Пить?» «Вот так запросто? Неизвестно чей?» «Тебе-то какое дело чей?» «Есть коньяк. Разливай!» «Вы шутите, Вадим Сергеевич?» «Зачем мне шутить?» «Не зачем мне шутить, голубчик!» «Серьезно говорю! Разливай!» «Разливать?» Подстраиваясь под манеру собеседника, Стаценко проявлял поразительное чутье. Он становился его отражением, перенимал слова, жесты, позу и даже выражение лица. «Поставь в бэк-офисе коньяк в подарок или просто так!» Вадим Сергеевич переделал на свой лад рекламный слоган и остался весьма доволен. Он опять запрокинул голову и уставился в потолок. «Бонус от руководства». «Бонус? А по какому случаю?» «Разве нужен случай?» «Шеф никогда не заморачивается по этому поводу!» «Хоть по случаю масленицы!» «Главное, пусть коллектив расслабится в волю, а то измотан совсем!» «Какие-то кривотолги поползли, нервозность дикая, глупости лезут в головы!» «Что же, вот так прямо разливать?» «Ты только поставь, голубчик! Найдется кому разливать!» И строжесть добавил. «Конечно, исключительно после семнадцати!» «То есть после рабочего дня! А выносить запрети!» «Не дьюти-фри или забегаловка какая!» «Захотел, выпил, зашел и дальше почапал!» «Так я о том же! Ящик краза! Не много ли будет?» «Может, по одной-две бутылки на неделю хватит?» Он осекся, перехватив недовольный начальствующий взгляд. Эмоция брезгливости придавала Вадиму Сергеевичу сходство с графом Толстым. Не с тем, который Лев, а с советским графом Толстым в пору сочинения Киперболуида. «Тут дело не в экономии!» – раздосадованно пояснил граф. «Нет здесь никакой проблемы!» «Вот смотри! Есть у меня сосед!» «А у соседа стала быть квартира!» «А в квартире жена!» «И ведет он жизнь распущенную! Так же, как и его жена!» «А жена неделю как из Китая вернулась!» «Понял?» «А ты говоришь! Я щеконяка! Проблема!» Стоценко ничего не понял, но согласно кивнул головой и снова зыркнул из-под очков. «Так это стало быть от Олега Андреевича бонус?» «А ты как думаешь? От кого другого, что ли?» «Ясно!» «Значит, разобрались! Вопросы!» И он куполом сложил руки. «Нет вопросов, Вадим Сергеевич!» «Тогда действовать, действовать, действовать!» Кивнув головой, Стоценко поджал губы и прямым ходом направился действовать. «И знаешь, какое самое изящное из искусств полетело вдогонку ему?» Он остановился и, просительно улыбаясь, посмотрел на учителя. «Балет, наверное?» «Балет? Что ты? Акстис! Разве мы тут фуэте выкручиваем?» «Ни в коем случае!» «Искусство управления, голубчик! Запомни! Искусство управления!» Голубчик в очередной раз кивнул и широким шагом проследовал из кабинета. После того, как мягко и медленно затворилась дверь, полаокое божество Вадима Сергеевича воззрилось на большие красные бугры на ладонях и, рассуждая самим собой, так же медленно произнесло. Как бы то ни было, сифилис ужасно походит на изящные искусства. Неизвестно, кто их придумал, но рано или поздно они обогнули и Америку, и Европу, и Полинезию, и Китай. Одна, не застав никого в доме, Ольга долго не решалась пригубить бокал вина. Стоило бы греть его в руках, если бы сквозь проем незадернутых гордин быстрым маховым промельком не заглядывал пастернаковский зимний день. В его сумерках дионисийское безрассудство и прошлогоднее уныние одинаково ровно повергали в оцепенение. Не дать не взять жена олигарха на пенсии. Георгий Александрович Недоступка не был олигархом, а тоска была такая, будто уже стал. Его дела со скупкой и продажей недвижимости ее мало интересовали, тем более, что в заботах о деньгах квартиры, таунхаузы и участки земли супруг оформлял на своих родственников по материнской линии, и один только дом по старому Каширскому шоссе, где проживали с недавнего времени, подарил сыну. Годом ранее Георгий Александрович нашел себе еще один предмет вожделений – акции и долговые обязательства государственных корпораций. Один месяц удачной игры на бирже воодушевил его так, что в эйфории он попытался объяснить Ольге, чем спрет отличается от маржи. Однако та отмахнулась и сказала, что знает лишь одно обязательство – это супружеский долг. Супружеский долг? Жорик удивленно скосил брови. После рождения сына близость с женой возникала реже, чем в Новолуне. Как бы не так. Есть такое понятие – переуступка прав. Где-то в эту пору и вошел в их жизнь Демасик Деникин. Точнее, возвратился. Муж посчитал полезным возобновить прерванное прежде знакомство. Деникин мог оказаться полезен хотя бы по той причине, что работал в ДСК, чьи услуги отныне стали неотъемлемой частью его самопознания. И по дружбе мог шепнуть нечто инсайдерское. Вряд ли, конечно, Деникин обладал ценной информацией. Но все-таки, чем черт не шутит. Потом он был их товарищем по университету. Немного младше, немного симпатичнее. Жора в последнее время раздался в размерах, будто это ему пришлось рожать сына. Ну и что? Демасик, черт побери, был классным парнем, как Данте, земную жизнь прошедшим до половины. Он был не прочь выпить, когда надо, и сколько. Был крепок в парилке и стоек на корте. К тому же, здорово приноравливался к любой компании в ресторане. Бизнесмен выведал о нем все. Или почти все. Ему были доподлинно известны его многочисленные связи, и он даже изредка подтрунивал над ним в силу осведомленности. Его забавляло, как Демасик менялся в лице и начинал тревожно озираться по сторонам. Одного не знал бизнесмен. Первой жертвой героя-любовника, еще когда о замужестве не могло быть и речи, пала его жена. Случилось это на излете восьмидесятых. Недоступка тогда даже не маячил на горизонте и честно отдавал интернациональный долг далеко на границе с Афганистаном. Откуда накопилось столько долго, что приходилось два года его искупать, для Журика было загадкой. Наверно, полагал он за годы счастливого детства, дорогого Леонида Ильича, или в свете коммунистической переделки человечества по новому штату, какой пугали классово чуждый элемент, кремлевский горец и вождь из разлива, щедрый до обещаний мира народам. Но мирному времени народы под серпастым и латкастым флагом радовались недолго. Приходилось, если не воевать, так готовиться к войне, и, судя по дефициту жилья, было не до комфорта. Димасик учился на первом курсе, Ольга тоже, только в аспирантуре. В маленьком провинциальном университете, где все были на виду, их встреча была неизбежной. Видавшие виды пианино с прекрасным звуком и полуразбитой клавиатурой в 113-й аудитории ускорило встречу. Он разучивал полонесса Гинского, когда тихо, как будущность, вошла Ольга и долго молча слушала упорные старания. Затем они разговаривались. Она тоже слегка музицировала, совсем слегка, и когда едва-едва вспомнила лунную сонату, первую ее часть, он сыграл все три. Уходя, она пожала ему руку. Позднее, не договариваясь, они приходили в 113-ю каждый раз, как только в расписании было окно, и не однажды отсюда их выгонял шумный самодеятельный хор, чье время за инструментом было законным и будничным. Она приносила стихи, и он подбирал незамысловатые мотивы, позабытые с годами, как и стихи, хотя убеждение в том, что лишь убогие не любят поэзию, сохранилось у них навсегда. В девичью светелку в общежитии Оленька втиснула двуспальный диван. От него пахло свежеспиленным деревом, это само по себе казалось приятным, волновало, да и расцветочка была обхохочешься. В разобранном виде диван поглотил все пространство. «А для чего еще мне это помещение?» – спрашивала она, ведь для занятий была библиотека, а для обедов – столовая. Некоторые вещи существуют по уму, другие – от неизбежности. На диване все и случилось. По неопытности Димасик никак не мог кончить и совершенно измучил подругу. Набросив халатик, он уединялся в туалете и пытался довести себя вручную. Не помогало. Вид у него был призабавный. Волосатые ноги из-под распахнутых пол легкого девичьего одеяния. Широкие плечи, гладкая голая грудь и огромный моток ткани, собранный чуть ниже талии, чтобы хоть немного прикрыть выпиравшую плоть. С ней-то он и носился туда и обратно, пытаясь наедине подвинуть этакую бессовестность к окончанию процесса. Не помогало. И все продолжалось снова под сонаты Бетховена, записанные прямо в концертном зале фирмой «Мелодия». Она постановала и это отвлекало. Он останавливался, растерянно бормотал, что если что-то не так, пусть скажет. Она отвечала, что все так, что если можешь довестить женщину до такого, значит все так. И вот, наконец, свершилось. Димасик съежился, не замечая ничего, вжался, что было мочи, и выстрелил, что было сил. Обхватив его, Оленька с трудом переводила дыхание. В это мгновение проигрыватель разразился овациями. Слушатели поднялись и аплодировали стоя. И они вдвоем рассмеялись в подушке, боясь разбудить миловидную соседку за стенкой. Та, конечно же, и не думала спать, украдкой подсматривая в затененную щелку дверного проема на озабоченно снующего по прихожей семнадцатилетнего сорванца. Куда сильнее Оленьке пришлось развеселиться поутру, когда она не смогла сложить две диванные половинки. Механические крепления были выломаны с корнем, погнуты и раскурочены, и, что огорчало более всего, не подлежали ремонту. «Зачем я вас, родненький, узнала?» Озадачилась она и не расставалась с Деникиным до тех пор, пока тот не обзавелся новыми пассиями строго по количеству дней недели. Демасик сразу дал понять, что своей неотвязностью она стесняет и ограничивает свободу его передвижений от одной связи к другой. Он всегда был эгоистом, этот Демасик. Появился Жора. Надежный и состоятельный, как предприниматель. Он сделал ей предложение, и она стала недоступка. Недоступка. Съехала на квартиру и какое-то время предпочитала вовсе не замечать Деникина в университете, но вскоре познакомила с мужем и пригласила в гости. Визит закончился неожиданно. Жора вызвался подвезти красавчика в студенческий городок. В машине был мрачен и высадил на половине пути. Едва перешагнув порог, вне себя от ярости он закричал. «Признавайся, с этим мужиком спала?» Ольга честно сказала, что нет. «Разве с таким уснешь?» Украдкой созналась самой себе. «Нет!» Мушевал супруг. «Это с ним ты и музицировала! Так ведь? Так!» Немного остыв, он подыскал оправдание. «Не люблю смазливых. От них все неприятности». После скандала общение прекратилось. Ольга оставила мысли о диссертации, родила Гришу и погрязла в воспитании и домашних делах. Теперь у нее было домашнее фортепиано. Изредка так, чтобы не нервировать супруга, она музицировала, вспоминая те печально белые дни, когда в 113-й рождались мелодии, а за окном шел снег, и хлопья падали, не достигая земли. Димасику хватило ума не связываться с наукой. Дипломированным специалистом он с головой окунулся в рыночную конъюнктуру. Менее года ему понадобилось, чтобы обрести уверенность брокера и навык специалиста. На деле, за что бы он ни брался, все ему удавалось. Попав под сокращение в банке, он быстро пришвартовался к ДСК. И когда Олег Андреевич открыл московский офис, Димасик тоже отчалил на проспект Мира, что обещало быстрый карьерный рост и высокий доход, хотя на поверку оказалось не совсем так. Тогда они почти потеряли друг друга из вида. И по иронии судьбы, если бы не успешный бизнес супруга, возможно, никогда бы не встретились снова. Но вот Георгий Александрович поселил семью в 15 километрах от кольцевой автодороги и прошлое задышало на новый лад. Компанейский характер их отношений вызывал удивление. Было ли это провокацией с чьей-либо стороны? Едва ли. Умудренный относительностью Эйнштейн полагал, что есть два способа прожить жизнь. Один, будто чудес не существует вовсе. Другой, будто кругом одни чудеса. Тоска, глухая тоска, толкающая людей к пропасти, на край пустоты, без чудес и любви, отступает перед одаренностью. С Деникиным творились одни чудеса. Он был мостиком на другой берег. Правила мало, что значили для него. Он устанавливал свои собственные. Приличный заработок был нужен ему лишь поскольку позволял не потерять себя самого. И это раздражало. Клубок руководящих компанией змей терпел его до поры до времени, пока генеральный не даст команду душить. Мало-помалу мысли об утраченной близости все чаще стали навещать прежних любовников. Было бы безумием входить в одну и ту же воду дважды. Однако история знает и не такие примеры. Когда мимолетное касание, улыбка, взгляд, движение рук желанны были. И желание росло само в вещах вокруг. Каким-то случаем, полувыводом, полунамеком становилось понятно, что Демасику необходимо участие. И это было участие с ее стороны. Жорик, казалось, ничего не замечал и задумчивый, как питон, слушал полонеса Гинского и даже игру в четыре руки. При этом на пару минут, не оставляя меломанов одних, а приехать к красавчику без риска быть увлеченной в предосудительном поведении, она не могла. Оказаться под подозрением означало лишиться завоеванной с таким трудом свободы. И она была осторожна. Летом на корте, размазывая полотенцем пот, Демасик с нарочатой небрежностью бросил что-то о том, как хорошо будет вспоминать ильюльские перегревы в уныло безобразные дни зимой. Она согласно посмотрела в глаза. «А еще заманчивее предаваться воспоминаниям где-нибудь в Венеции на Рождество», — продолжил он. И она снова согласно ответила взглядом. Некоторое время тема Венеции на Рождество всплывала невольно под разными предлогами и в разных вариантах. Демасик давал понять, что ждет только ее решение. Однако прошел жухлый декабрь, Рождество отметили в обеих его ипостасях, а они по-прежнему оставались в пасмурной промозглой от постоянной течи с небес экрана в столице. Наконец она прислала ему электронное письмо. Письмо на адрес компании ДСК с пометкой для Дмитрия Деникина. С одним вопросом «Когда?». Это было глупо. Демасик был готов «Когда угодно». В философской книжке о разуме и истории Ольга прочла о бентомитах, фантастических последователях английского теоретика Иеремии Бентома, доведших словоупотребления до полного абсурда путем вкладывания своего особенного смысла в слова. Честностью они называли интриганство, патриотизмом драньё взяток живого и мёртвого, бунтовщиками всех несогласных с подобным порядком. Народ платил налоги и спал спокойно. Хорошо, если не на кладбище. И всякий раз, пока бентомиты задавались вопросом, чем опасен стране очередной виток мирового финансового кризиса, активно скупал валюту. Не были ещё забыты очередные витки гонки вооружений, навязанные проклятыми капиталистами. Теперь дело дошло до витков мирового кризиса, от которых американцы почему-то рубли покупать не стали. Прав был классик – пожар в умах. И другой тоже был прав – разрука в головах. В чьих головах, правда, не уточнял, ведь невозможно, чтобы вся страна страдала идиотизмом официоза. Среди этой разрухи и поражения Димасик был готов к любовным приключениям когда угодно и где. Разве что ни с кем угодно. В ДСК хватало Макса Шушаняна с его бесконечным хвастовством, как спал самыми красивыми телами Москвы и Санкт-Петербурга. Умный и сообразительный, как птица Гаверун, Шушанян был признан лучшим аналитиком года и считался лицом компании. Лица не могли испортить красные прожилки на белках глаз, хронические из-за частых попоек и недосыпа. Хотя расценивать как попойки маленькие дружеские вечеринки, чьи-ты Шушанян вряд ли было уместно. Настоящий свингующий кот. Макс выпивал, да, но за кем не водился мелкий грешок? Это тем более не мешало Наталье Безменовой демонстрировать лицам доверенным, и не только, его фотографии в скрученных плавках, сделанные на базе отдыха еще в ту пору, когда Олег Андреевич упал в ванну бассейна. Не проходило и дня, чтобы она сама охотно и без некоторого сладострастия не заглядывала в туго набитый конвертик с дорогими, как память детства, картинками. Не хуже бентамитов, Шушанян искусно владел тонкостями терминологии. Он никогда не сказал бы «фондовый рынок упал», но лишь потерял в цене. Ведь мы не падаем, а приседаем. Или грозное «рубль обесценился» вместо «доллара удалось потеснить». Его не однажды приглашали в ведущую новостную студию страны, и он скоро усвоил, что у них там, на загнивающем западе, рецессия. Индексы снова рухнули на полтора базисных пункта, а недвижимость на глазах дешевеет. Тогда как апартаменты в северной, не всегда хорошо отапливаемой стране, на радость Георгия Александровича недоступка и повязчивому убеждению застройщиков и арендодателей, не могли обесцениться и должны были приносить стабильный доход. В конце концов, что-то же должно было приносить стабильный доход в этой стране. Пусть хотя бы квадратные метры, их-то нельзя вывести за границу. Бентамиты торжествовали победу капитала над нищетой. Определенная напряженность на финансовом рынке была далека от социального взрыва. Грядущий чукотский расколбас не тревожил ни центр, ни периферию. Тем более Диму Деникина. Все эти тонкости терминологии не имели для него абсолютно никакого значения. Действие. Вот что было его жизненным кредо. И вот Ильний зачертил стекла, хотя и самую малость, без морозов и вьюг, так попрохладце. Завертело прошлогоднее уныние, завертело со всей нечеловечьей дурью. Никого не встретив в доме, кроме сумерек, Ольга долго не решалась пригубить бокал. Затем мелкими глотками быстро осушила и взяла телефонную трубку. — Компания-дилер-сервис-кредит! — услышала яростный клич Натальи Безменовой. Мне она тут же растерялась и едва собралась с духом. — Дмитрия Деникина. — Деникина? Наталья секунду помедлила. — Соединяю. Следом раздался его голос. — Отдел клиентского сервиса. — Димасик. — И она думала, — сказала она. — Едем. — Только не в Европу и не в Китай. Отъезд. Кочевники. Они приходят для того, чтобы исчезнуть. Они всегда в становлении и проходят сквозь и мимо хищных чудовищных лап. Становление ускользает от контроля и наблюдения. Кочевники погружаются в глубину, но все равно возвращаются к свету. Они не перестают воскресать и поднимать голову. Они преображаются, чтобы появиться вновь в неожиданном виде на самой границе мира, недоступными для соблазна. Это единственная сила в состоянии вредить глупости и мешать бесстыдству дураков. Это вечное чудо возрождения субъективности. В складках, изгибах, напластованиях субъективность говорит о себе в первом лице. Он и она едины в этом лице. Она сама решает, что такое знание. Она знает, что должно. Она призвана производить волю. Ничто внешнее не существует само по себе. И даже чудовище истории принадлежит субъективности. Она рождается в жалобах и экзальтации. В детстве Гриша жаловался много. Сначала отцу на товарищей по играм, несправедливость учителей. Потом в молитвах отцу изначальному. Но закоснилось мира, грубость и черствость его обитателей. Жалоба не могла изменить мир. И он не нуждался в сострадании. То была целая элегия субъективности. Элегия первобытного слова. Он был до слез убежден, что мир, в который попал, хорош. Однако ему недостает легкой подвижки. Едва заметного прикосновения, чтобы стать совершенным. И этой недостающей деталью творения и была его маленькая субъективность. Она образовалась. И он был благодарен за это. Маменькин сынок превращался в экзальтированного молодого человека. Сейчас он спал. Сквозь сону мы чудились приближающиеся шаги. Разговор по телефону. Слов он не различал. И только одно. Едем. Запечатлелось во всей полноте своего значения. Гриша открыл глаза. Мам. Слабо позвал он. Ты уезжаешь? Шаги прервались. Разговор потерялся где-то на другом конце дома. Ребенок остался наедине со своим миром. Чего только не было в его фантазиях, догадках, прозрениях. И все бурлило, кипело. Подталкивало к осторожному безрассудству. Лишь изредка замирая перед новым опасным краем, чтобы стремгла всегануть внутрь. Настоящее соблазняет. Кочевники недоступны для соблазна, потому что они и есть сам соблазн. Это вечное чудо возрождения субъективности. Гриша запирался в ванной комнате с ноутбуком и видеокамерой. Он пользовался всемирной паутиной, чтобы вести непринужденные беседы к голышам. Парни и подруги предлагали ему раздетых себя, и он не скрывал ничего из того, что им хотелось увидеть. Грише не было стыдно. В конце концов, наивный, не прикрытый ничем эротизм ситуации, по откровению, был родственен всему, к чему он так привык за долгое-долгое детство. Тонкому, изрядно потертому общению с мамой и бабушкой. На распашку была его душа. На распашку было и тело. Правда, лишь для тех, кто отстоял далеко и не мог дотянуться рукой, только провожал взглядом. Он приходил, чтобы исчезнуть. Его мир назывался космосом. Ребенок сочинял песни. Самозабвенно. Дни и ночи. Напролет. Любая новая мысль впечатляет. Впечатляет буквально, оставляя в мозгу след из неизвестных борозд. Она его скручивает, морщит, рассекает. Откуда она берется, одному Богу известно. Это система неопределенностей с вероятностным наполовину квантовым механизмом. Мелодии были бесхитростны. Слова на английском просты. Он сам напевал их в микрофон, записывал звуковые дорожки и микшировал на компьютере. У него получалось. В глубине ночи они текли, как мысли в складках и напластованиях субъективности. Новые трассы и синапсы соединяли сердца. И это была та чудесная подвижка, какой он мог оплатить миру за возможность своего бытия. Ведь если воля и может изменить мир, так только по самой кромке. Кочевники погружаются в глубину, навсегда возвращаются к свету. Между светом и тьмой по грани проходят они. Что значит быть на границе мира? Это и значит жить. Мир счастливого возрастает как целое. Мир несчастного убывает. Он жил на границе мира, где воображение означало больше, чем знание. Его связь с музыкой была привилегированной. Мир открыт, горизонты подвижны. Боги числа и многорукие знаки слов хозяйничали у кормила этого гиперболоида. В его складках били с волны, цвели города. По его плоскостям разбрелись народы, раскинули страны. А на линиях, где жизнь и смерть встречались и не узнавали друг друга, колдовски притягивала к себе тайна обречения на безумие или любовь. В хищные лапы истории не угодила и намека на разгадку. Становление ускользает. Свидетели немодствуют. Субъективность присваивает в себе все права исторического. Жизнь чересчур велика, чтобы охватить ее словом. Слишком много текста. Концептуальность тесна. Необходимы звуки, краски, прикосновения. Теперь он засыпает. На губах и щеках свет медленно играет тенью. Неведомая сила раздвигает горизонты. Ребенок спит. Ребенок тих. Слухи о сокращении штрафа. Дата, пару месяцев подогреваемые мрачным расположением Олега Андреевича, изрядно потрепали нервы обитателям ДСК. Кое-кто тайком мониторил вакансии, наводил справки, выведывал, любопытствовал по поводу и без. Иные пребывали в ступоре, рассеянно глядя на убийственно нисходящие индикаторы рынка. Кризис подстегнул старожилов. Они засуетились, забегали по коридорам, коллективно и поодиночке, навещая Олега Андреевича, каждый со своим рецептом оздоровления. Несмотря на филантропические усилия правительства по нагнетанию социальной мобильности, никому не улыбалось возвращаться в регион. Да и что было делать там финансистам? Вступить в кооператив по засолке огурцов? Старожилы понимали, что их сократят в последнюю очередь, если, конечно, конторы Олега Андреевича и Михосенко не разорятся разом. Однако следовало подстраховаться. Деникин, как всегда, был своеобразен. Он не спешил выражать участие и невозмутимо продолжал выполнять ежедневную рутину. Не желал он лизать пятки шефу. Глупости все это считал. У клиентов проклевывались серьезные упреки и поучения, как надо работать с деньгами. Деникину просто некогда было заниматься профилактикой трудовых отношений с шефом. Да и у того не было недостатка в утешителях и самодеятельных терапевтах. За какие-то два месяца компания потеряла две трети активов. И как не спешил Олег Андреевич вывести средства из ставших в одночасье убыточными ценных бумаг, положение усугублялось. Чуть раньше была надежда, что вошли в тихую гавань и, будучи выброшенными в бурное море, так и не хотели сознавать всей тяжести гламурного самообмана. Лишающий покоя язык вымысла хорош для романов. В бурном море бизнеса и житейских треволнений его жестко был вынужден пресекать генеральный. Все чаще он замыкался, и ни слова охотливых шушанян, ни сосредоточенно улыбчивость Таценко не могли вызвать и проблеска просветления. Генеральный потерял аппетит. Илья Андреевич чуть ли не насильно кормил его в ресторане, жаловался бывшей его супруге и грозился сообщить нынешней, гражданской. Но та была чересчур молода, чтобы вникать в такие подробности. Третьим в их компании был неизменный Вадим Сергеевич Бряк, поверенный в злокозненных поручениях, на которого Олег Андреевич поглядывал грустно и с выражением досады. «Почтальон, что ты мне притащил?» читалось во взгляде. И опять же, ничто не оживляло его, что, впрочем, не лишало мужского достоинства. Мужественность — это ведь не что иное. Это спокойная сила взять на себя мир и нести до самой границы. По неким соображениям, Гнидинькину в кабинет посадили юриста Юленьку. Легенда гласила, что в ее офисе начался ремонт, и Юленьке нужно было какое-то время уживаться с Деникиным и беспокойными клиентами ДСК. Оба они весьма прохладно относились друг к другу, хотя Демасику, несомненно, доставляло удовольствие поглядывать на стройненькую фигурку и милое личико юрисконсульта. Нрава она была бойкова, обыкновенно улыбалась и, когда корпела над документами, складывала губки бантиком, отчего становилась еще привлекательней. Как по музеям, три года после замужества Юленька водила своего суженного по филармоническим и консерваторским залам. Роганные концерты и хоровое пение ей так часто приходилось обсуждать с подружками по телефону, что Деникин был теперь в курсе репертуара и особенностей артистического исполнения. Особенности, правда, не выходили дальше склонения на тему, у кого какая прическа, кто кому поклонился и какие цветы получил. Однако и этого было достаточно, чтобы в офисе Юленьку признавали знатоком классической музыки, а Наталья обзывала музыковедом. — Отхватила наркобарона, — комментировала семейные отношения незаменимый секретарь компании ДСК, — и теперь видит небо в алмазах. — Бобровская. Подумаешь? Наркобароном ее муж прослыл из-за цыганского имени. Поговаривали, что под его контролем наркотрафик и вся мужская и женская проституция Восточного округа, а вообще шифруются под доцента Университета культуры. Сообщалось также и то, что вокруг дома у них трехметровый забор, видеонаблюдение и собаки по периметру. Табор не мог не переезжать с места на место, и Наталья подыскала им обидное, какие казалось, прозвище — кочевники. — Не сеют, не пашут, не строят, гордятся общественным строем, — выговаривала она, — что не сезон на пляже валяются. Миллиардеры! «Миллиардеры!» — мечтательно повторял Демасик и подкатывал к Юлинге. Такое ощущение, что никто из них не умеет радоваться. К чему тогда бешеные деньги? Единственная пока жена миллиардера-кочевника поднимала глаза и сквозь оптику, оценивая Деникинские маневры, отвечала вопросом на вопрос. «А с чего это ты взял, что не умеют?» Строгим тоном Демасиком было не пронять. «Так оно сразу было бы видно. Прямо так. Тебе забыли отчитаться. Не мне. Просто всем бы стало ясно, живет человек и жизни радуется». Тут Юленька изумительно выпрямляла тонкие дужки бровей. «Один прикупил себе клуб футбольный. Разве не слышал?» «В Англии прикупил извращенец. Не иначе как инвестировал избыточный доход». «А ты бы что сделал?» «Я?» «Кино бы снимал». «Кино?» «Да. Соврал бы режиссеров, сценаристов и продюсировал бы что-нибудь этакое, чтобы всем жить хотелось». «Где-нибудь под пальмами продюсировал?» «Конечно. А ты как хотела?» «Есть более важные вещи». «К примеру». «Детей лечить». Деники насекся. «Ну да, конечно. Ты права по-своему». Естественный свет разума подсказывал ему компромисс. «Но и мое предложение, согласись, мировое. Франциск Первый помогал художникам и поэтам, тем и запомнился. Королей в истории было не счесть, как обезьян в Бразилии. А помним Франциска, потому что Бенвину-то Челлини. Вот и понятно, кто жизнерадоваться умел». Юленька сложила ручки и отвернулась в окно. Шел снег. Хлопья таяли, не достигая земли. «Любой может быть против», — сказала она. «Против быть весело. Но приходит время, когда надо быть за». «Ты это к чему?» «Да так, кино вспомнилась с Джонни Деппом». Разговоры обрывались так же неожиданно, как возникала тема. Приходили клиенты из серии «Швец», «Жнец» и «На дуде» и «Грец». Особо важных сопровождала Наталья. И Деникин использовал весь арсенал корпоративного задора, дабы убедить их увеличить свой капитал. Так было раньше. Ныне швецы и жнецы объявлялись лишь тем, чтобы забрать свое кровное. А кровного на всех не хватало. Нужно было обещать сулить слагаемые из крупиц горы богатств и экономический рост, но этого было мало. Каждый хотел сегодня и сейчас. Никто не хотел помереть в ожидании лучших времен. И Демасик чувствовал, что тяжеловат на подъем и стремительно не сносен на спуске. Раздражение нарастало. Швецы уходили, пытаясь хлопнуть мягко закрывающимися дверьми. Жнецы угрожали серпом яйца отрезать да так, чтобы там и не выросло ничего. И присутствие молоденького юрисконсульта их не смущало. Игрецы сидели дома и дули в дуду, предпочитая названивать и осведомляться, когда. Когда, да и сказал отец лицевые счета, упадет доллар, чиновники перестанут брать и уйдет в отставку идиот министр финансов. Хотя самыми злыми были те, которые и звонили, и угрожали серпом, и насиловали дверные проемы. От них Деникина просто мутила. Он был на пределе. Радость жизни переменчива. Человек умирает постепенно, с возраста. Не физически, но по причине убывания этой самой радости жизни. Сначала уходят запахи, потом звуки. Перестают радовать вкус и цвет. Зрение все менее удивляет цветной перспективой. Отмирает душа, удаляясь от мира и языка. Или, быть может, сначала холодеет душа, а потом умирают запахи, звуки. Исчезает наполненность память каждого дня. Временами Деникин гнал от себя мысли о том, что будет, если потеряет вкусы к жизни. Это внушало ужас, поскольку мало чем отличалось от импотенции. Этого допустить никак было нельзя. Слишком много роботов сновало вокруг. Кто-то должен был привносить и то, чего им всем не хватало. Жизнь. Курить в компании ДСК было не принято. Борьба за здоровый образ жизни усиливалась к выходным, как бдительность войск к государственным праздникам. По приказу генерального, также подверженному этому повальному некогда пристрастию, пятница объявлялась днем свободным от никотина. А вечер пятницы вполне подходящим для опьянения. Уже с обеда пара-тройка новичков-трейдеров отряжалась в ближайший супермаркет за соком и спиртными напитками. По масштабу закупок можно было судить, приживутся ли они в коллективе. После необременительного застолья дилер сервис «Кредит» разъезжался по домам, обильно дымяясь с форточек автомобилей. Ну и в начале недели сотрудники предпочитали не раздражать шефа и курили в туалетных кабинках. Эта практика стала настолько привычной, что и сам Олег Андреевич играл по правилам и не заглядывал туда, где его не ждали, и не замечал, чего не следовало замечать. Деникин не курил и совсем не страдал от пагубной привычки, но покуривал изредка, когда жизнь толкала в пылающий круг. Для него это было чем-то вроде фаер-шоу. Поглощение огня, жонглирование, аплодисменты. Таковой была его способность к фантазии. Самые обычные действия отсвечивали мимолетной неповторимостью волшебства. Едем, и с телефонной трубки рассыпалась по всему офису. Необъяснимо почему, она не позвонила на сотовой. В торопях Ольга опускала самые простые решения и шла обходным путем там, где можно было пройти напрямик. Впрочем, она была такой внезапной, что, вероятно, не почувствовала бы собственной смерти. Разговор получился коротким. Димасик промычал неопределенное «конечно» и обещал связаться после. Многое надо было обдумать. Куда, когда, насколько, по какому маршруту, чтобы не дотянулись длинные руки Георгия Александровича и не прослышались всеведущие уши Олега Андреевича. Он сознавал недопустимость огласки. Однако ему еще предстояло взять отпуск и с безразличным видом известить о намерении отдохнуть подальше от Москвы. В ДСК было принято путешествовать. Много разом убывало всем вместе. Хотя в последнем случае путешествие более походило на командировку. С шефом и на отдыхе приходилось считаться как с работодателем, и то был не отпуск, но пролонгированное действие офисной постановки. «Подружка?» Только и улыбнулась Юленька. «Хорошая знакомая», будто в оправдании присовокупил Деникин и спешно удалился покурить. «Подружка», — поверяя очередной договор, повторила Юленька, — «преддушит подушкой». Заметила и споро застучала по клавиатуре. «Кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно». На этаже, единственным местом, откуда Деникин мог спокойно, без нервов и самоедства, посмотреть на мир, оставалась туалетная комната. Было прохладно. Окно почти не закрывалось, и дым сам собой вытягивался наружу. Серый ветер врывался навстречу и шарахался между стен. Пахло измразью, ментолом и дезодорантом. Деникин поежился. В одной из кабинок что-то терлось, запело, прихрапывало. Бесцеремонно и нагловато. Тогда, обнаруживая свое присутствие, он вымыл руки и шумно ополоснул лицо. «Тише ты! Кто-то зашел!» Сопение прекратилось. Секунду царела напряженная тишина. «Ну и что? Продолжай!» «Да нет же! Слышишь, вода шумит!» «Ерунда!» Дальше слов было не разобрать, и причмокивания возобновились с нагнетаемой чистотой. «Черти!» С досадой подумал Демасик. «Нигде нету покоя. Всюду жизнь!» Храп усиливался. К нему добавилась мердная дробь по пластиковой перегородке. Птичка-невеличка влетела, и, присев на оконной раме, любопытно уставилась внутрь. Деникин замешкался. Сушилка, которой потянулись его ладони, ухнула жалобным воем. Одновременно стон, утробный, как звук распахиваемых троллейбусом дверей, огласил помещение. «Так, так, так!» Горячо забормотали за дверцей. «Умница! Теперь проглоти!» «Не хватало еще столкнуться с ними в дверях!» Решил невольно соглядатый. «Сигареты взял?» Успел расслышать напоследок. «Ага, покурим. Нравится мой?» Быстрый истеричный смешок сорвался в ответ. Это был Макс Шушанян. Не узнать его томный, насмешливый баритон, медленную, чуть ленивую манеру говорить с отдельным ударением на окончаниях слов мог разве что совсем посторонний компаний человек. С напарницей тоже все было понятно. Ситервоза из бэк-офиса, дурнокрашенная и маложавая, о которой вполне можно было сказать «слишком много рта». Каждому в ДСК не однажды приходилось иметь с ней дело. Хотя и не по поводу рта. Трейдеров она доставала бесконечными зацепками в списках поручений на куплю-продажу, клиентов настоятельной необходимостью расписываться во всех, пусть незначительных, поручениях, ведь поручения незначительными не бывают. Необходимость эту, скорее всего, изобретала сама. После диплома сбалмошная река ее жизни весьма обмелела и неумолимо истончалась в ручеек. На приветствие Ситервоза отвечала кивком головы, но бывало не удосуживала и взглядом. Один только Шушанян удостаивался похлопываний по плечу и мог получить по филейной части. По секрету всем было известно, что ей предлагали крутую должность в Сбербанке, но она отказалась, предпочла ДСК и Макса Шушаняна. Мужчину здесь и сейчас, потому как за пределами компании Макс попадал в ежовые рукавицы супруги. На самом деле слухи о ежовых рукавицах были сильно преувеличены. Его половину Деникин помнил еще по школьной скамье. Веселой, легкой на подъем девчонкой, живым умом и завлекательными, черными, как в романсе очами, приехала она после землетрясения в Спитаке и была принята в параллельный класс. Позже, защитив диссертацию и найдя свое призвание в образовании и науке от студентов, недвусмысленно очарованных шикарным социологическим обаянием, заслужила она любовное прозвище Шуша по фамилии мужа и необыкновенным, неизменно шуршащим платьям, в которых она, казалось, только что вышла из племени магов или халудеев и собирается вещать о ночном небе и на пролом летящих светилах. Шуша никогда и никого не ограничивала, разве что любимую кошечку от соблазна гадить в домашние тапочки и была настолько занята конфликтогенностью в современной России, что успешно избегала конфликтов у себя в доме. Макс, хвосту на Гулёна, в своих гуляниях и хвостовстве умел ограничивать себя сам. Он вообще был умный мальчик и знал, о чем можно говорить, а о чем надо бы и умолчать. Так или иначе, дурацкая парочка не позволила Деникину уединиться на позициях, отведенных для уединения. Ему тем временем предстояло найти третий путь, не в Европу и не в Китай, к истокам, к фараонам, к иероглифам, оставленным в каменном веке в поучению веку информационному. Будущее, когда наступает, находится под влиянием предшествующих ему догадок. С первой ночи их близости Демасик смутно догадывался, что если им осуждено удрать куда вместе, так это к древней цивилизации в зеленой рамке Нила и Золотого Песка. Тема Венеции на Рождество к концу зимы сама собой отступила перед темой египетской Венеции в пору вечной весны. В этой африканской стране урожай снимали три раза в год, разливы Нила сменялись сезоном семян, а после жатвы, и потому в садах, на полях и огородах всегда что-нибудь доцвело. Страна вечной весны, можно сказать, если в отчаянии не бежать от людей в пустыню, где солнцем выпить человеческий день. Именно там средь бела дня демоны искушали святого Антония, а по ночам сходила тьма, бесконечная. Кромешная, египетская. И шага нельзя было ступить, чтобы не одолевал тысячелетний ужас космической пустоты. Сквозь ужас и тьму был виден город, а над городом свет. Мерцали огни гавани и гостиничных площадей вдоль каналов. От колья натянулся яблочно-сладкий туман. По набережной ползли ленивые переговоры. Городок дышал пряностями и соблазнами восточной кухни. Ароматы фруктов и тушеной баранины перемешивались с густым, как мён, благоуханием парфюмерных салонов. Это был мир, снизошедший до паузы, где даже скалярии над остовами затонувших кораблей еле ворочали плавниками. Исторгнутые со дна морского, они плутали у выставленных к самой воде фонариков, пока опять не впадали в оторопь, лишь изредка прерываемую глухим ворчанием моторных лодок. В эту великую тьму и безмолвие кочевники со всего света бросались безрассудством героев-язычников, светших на конец счёты с историей, и розчерком на чёрном от безвестности небе оставались молчаливые свидетельства начала и вечности жизни. Отринув земные пристанища и объявив себя мифом, античные боги возвращались к звёздам маленькими принцами взирать на перипетии и неурядицы планеты людей. Снег таял всю ночь, дружно, с бесшабашным весёлым оттягом. Вода уходила вниз, глубоко под траву, туда, к самым корням ненасытных своей жажды тополей. Всё шло по расписанию. И календарное потепление, и вылет чартера из Домодедова, и даже как бы случайная встреча у стойки регистрации. Вместе летите? Парнишка в синей форме работника авиакомпании с чуть заметной улыбкой взглянул на сияющие лица парочки под разными фамилиями. Да, разом ответили они и получили места в первом ряду. Благодетель широко улыбнулся в убеждении, что эти двое в скорости вкусят все прелести ночной эпикуровой философии. И они отчалили. Дружно, с бесшабашным веселым оттягом. Решение отчалить созрело само собой, как прежде мысль о побеге. Побег можно спланировать, решение бежать никогда. Оно спонтанно, как столкновение броновских частиц, одна из которых, будучи принята за точку отсчета, видится неподвижной, весь мир вертится вокруг нее, мечется, бьется, задевает. Но мы договорились считать частицу покоящейся. Поэтому видим, как все удары она берет на себя, и только истый безумный мир телесных оболочек отскакивает, проверяя ее на крепость. Галерея международного терминала завлекала напитками дьюти-фри и душистым букетом бутиков. Они развлекались тем, что перенюхали все пробники и приценились к каждой бутылке ликера. Маленькая, сиреневая сумочка, кошелек птицы в селках трепкалась у нее за плечом, и он находил это забавно. Наконец, с длинного руководителя трапа им удалось вступить на борт. Тут воодушевление достигло предела. Перед ними не было никого. И было ясно, что никого и не будет. Бизнес-класс располагался этажом выше, а девочке и мальчику через проход слева не было дела до ближайших соседей. Если развалиться на откинутом кресле, ноги упирались в переборку, за которой торчал самый нос аэробуса. В срединной части фюзеляж расширялся до размеров бункера, таких, что можно было запросто пережить ядерную катастрофу или вторжение марсиан. Совершенно необъяснимо, каким чудом эта махина могла оторваться с земли. И тем не менее, набрав ход и легонько подрагивая прахом на закрылках, она быстро пошла ввысь и оставила далеко позади идущих вместе и спящих порзень уроженцев столицы. Он наклонился и вдохнул запах ее волос, чувствуя, как разгорается ладонь в привате скрещенной с нею руки. «Онэма мой, танцуй со мною, пока тебе мой праздник нужен!» Смеялись, но не лгали ее глаза. «Прощай, немытая Россия!» кивнул он за шторку иллюминатора. «Страна рабов!» «А как же господа?» удивилась она. «Господ перебили, безголовые были, совсем как в чеховских пьесах. Ваня, Ваня, что со мной? Чем заняться, не знаю!» И он изобразил мучения от духа, трудные поиски загадочной русской души. Импотенция, одним словом. Народ за быдло держали, вот их и перебили. И ныне страна рабов. Ее взгляд омрачился. «Что же, обязательно запрягать?» «Прощу вам?» «Да, но пахать в меру», мысленно ответил самому себе. «Насилие обратимо». «Не лучше ли так?» предложила она. «Отечество мое! Я послужил тебе словом и делом. И как салон отбыть в Египет». Стюарт принес воды, и они ополовинили пластиковые стаканчики. «Что будем делать?» спросила она. «Общаться и трахаться. Трахаться и общаться». Беспардонно решил он. «Я буду у тебя за народ?» Снова рассмеялись глаза. «Трахаться – это не геометрическая, но эротическая неизбежность», объяснил он. «Плоское общение никогда не приносило пользы и благо не приносило вреда. А ты?» Ему тоже стало смешно. «Все такая воздушная, к поцелуям зовущая». «Ладно бы так». Она пристально посмотрела на него. «Лена Куркина, подруга моя, помнишь, по универу?» «На мехмате училась. Живет сейчас в Калифорнии. Прислала по электронке анекдот». «Какой?» А лукаво прислонился он. Она несколько отстранилась. «Быть может, для того, чтобы лучше видеть его?» «Такой вот». Респектабельный мужчина знакомится с дамой. Ведет в оперу. Посты, ресторан, ужин. Едут к нему за город. Пьют кофе. Камин, шкуры, коньяк, романтическая музыка. И вдруг он говорит. «В земле лесу была?» «Да ничего не поймет. Едут в лес. Останавливаются. Он открывает багажник, достает ружье и приказывает. Раздевайся. А мороз минус 20. Она раздевается. Лепи снеговика. Она быстро-быстро лепит. Он метит дулом. Когда снеговик готов, с носиком, морковкой, пуговками, ручками, веточками, ведерком на голове. В общем, все как надо. Он накидывает на нее шутку. И они возвращаются. Опять камин, шкуры, вино. Через какое-то время она может говорить. И первый вопрос, естественно, что это было. А он невозмутимо. «Понимаешь, дорогая, я в постели не очень. Зато снеговика ты всю жизнь помнить будешь». Что-то тяжелое, как экскаваторный ковш, врезалось в душу. «Ты это сейчас к чему рассказала?» «Ни к чему. Женщины часто делают глупости заботи. Он снова вдохнул запах ее волос. Это действовало умиротворяюще. Перед ладьей бога Ра, высокоумной мощи его, восходили дозорные рыбы Апту и Анет. Все прочее было неважно. После обеда показалось море. Схваченное с берегов цепью гор, оно тянуло с ровным полотном, иногда перегибаемым порывами ветра. «Погляди, какой большой мир!» Обернулась она. Он грустно покосился вниз. Панорама не вдохновляла. Горы, громоздкие вблизи, с высоты тоже не производили впечатления легкости и воздушности. «Двери!» Сказал он. «Двери между всем и ничем. Открываясь, они запускают сюда целый мир. А потом мы выходим у них, и там уже нет ничего». Меняя курс, самолет почти лег на крыло. Панорама опрокинулась, горы уплыли, и голубое бесконечное небо брызнуло светом, неопределенностью, с вероятностным, наполовину квантовым механизмом. Выглядываясь в его томную, уходящую в никуда перспективу, они невольно вжались в кресло и уже было различили далеко-далеко звезды, выдолбенные, обращенные к нам, как вдруг повалились в воздушную яму и сердца ёкнули, будто оборвалась некая пружинка внутри. Мгновение, и машина легко вернулась в горизонтальное положение. А они еще долго приходили в себя, соображая, была ли это шутка пилотов или искушение судьбы. «Когда исправить уже ничего нельзя, все испортить окончательно еще можно», вздохнула она. Это было так. Человек — тонкая пленочка бытия, под которой бездна ничто, пленочка смысла, за которой обморок бытия. Если порвется, сколь бы ничтожен ни был изъян, провалиться в него может весь мир. Прочна ли она? Жива ли культурой, встречи на узких перекрестках мироздания? Тонкою пленочкой бытия культивировано сознание. На его плодородной ниве разум однажды дал свои всходы. Существа под над пропастью, чтобы выжить на самом краю, некоторые образ жизни вынуждены принимать за норму. Незыблемые твердыни разумения отверзают ужас тьмы и спасают от падения. Увы, как часто не оправдывает возлагаемые на него надежды сеятельный разум. И сумасшествием признается все, что собственное составляет саму жизнь. Любовь к жизни. Сумасшествие. Сладкое и жаркое сумасшествие путешественника по пустыне. Необъяснимая животная страсть. Безудержное ее проявление. Другое – радость каждого дня. Как время, легко растрачиваемое в сутолоке городов. Люди, пренебрегающие сутолокой ради одной только радости жить, не от мира сего. Но ведь у сумасшествия бывает разного рода. Есть огневеющее сумасшествие пифии и высокопарная речь поэта. Его разумение настолько превосходит любую добродетель, насколько зрение все остальные чувства. Жрецы и прорицательницы в Дельфах в неистовстве своем составили славу Эллады, а будучи в здравом рассудке не сделали ничего. Отречение от разума мира сего – высший подвиг свободы, шаг в пустоту, в никуда, под которым, казалось бы, бездна ничто. Однако чудесным образом нечто не дает упасть. И это нечто – интуиция бытия, непосредственное к нему прикосновение. «Ты хотела бы жить в мире, поставленном на паузу?» – спросил он. В мире без истории. Яркое солнце нового дня ударило прямо в лицо. Сосредоточено на стырном она увидела его в прошлой жизни, в аудитории 113, когда, вперев упрямый взор в ноты, он с азиатской изворотливостью постигал исполнительское мастерство. «Я хотела бы жить в мире с самой собой», – отвечала она, – «как музыка, оставаться вечно поющей на тремоло струной. Мне жаль любви, сиротливо несчастной, в которой места моей ласки нет. Пронизывать на свой лад все целиком и восторгаться согласным звучанием, ведь на одной этой струне можно уместить весь растащенный по островам мир». Море кончилось быстро. Оно было крохотным, как чай в чашке на заставленном посудой столе. По склонам потянулись ниточки автомобильных дорог. В долинах четырехугольники полей обнимали корявые очертания деревень. «Что это? Какая страна?» «Я думаю, Турция», – предположил он. «Если не путаю, дальше полетим над Сирией, Иорданией и Красным морем». Он вгляделся в просторы страны, не слишком малой, но и немнимо большой, чтобы быть достаточной и единой. «Вряд ли. Ты редко что путаешь. Да, это сейчас уже и не важно». Она прижалась к его плечу и более не отстранялась до самой посадки. Москва встала в пробку. Встала крепко. Пробка была длиной без малого в 900 километров. Зафурычили в белых дымках Садовая и Третья Транспортная. Из клеверов еле-еле намечалось движение по Кольцевой. Возвращение зимы было катастрофическим. Внезапный снегопад накрыл город ближе к полудню. Заполонил, обволок и уже к часу выпало два сантиметра осадков. На мостах и эстакадах автомобили буксовали не в силах преодолеть подъем. Мелкие аварии блокировали проезд почти во всех направлениях. Пробка росла, множилась, втягивала в свои жилы шоссе и автодороги, закупоривала улицы, проулки и тупики. Снегопаду, казалось, не будет конца, пробки предела. «Это даже не метель, оптыть!» чертыхнулся большой, с глазами на выкат, пассажир внедорожника. «То ли еще будет, ежели как у нас накроет. Правда, земляк?» При этих словах он шлепнул водителя по колену и с шальной улыбкой заглянул тому под очки. Фотохромные линзы хамелеонов были затемнены и можно было прятать глаза. Земляк поддал газу и на пару метров продвинул машину вперед. «Если по-хорошему занесет, вообще жизнь кончится», – наконец согласился он. «А я о чем говорю?» – дико воскликнул пассажир. «Во, слушай!» – он нашарил метеопрогнозы толстыми, как огурцы, пальцами, усердно забарабанил по бардачку. «На борьбу со стихией», – сообщалось. «Пока вышли только дворники. Дорожные службы, как обычно, репортуют, что на борьбу со снегопадом брошено около шести тысяч единиц техники. Снег буду чистить до тех пор, пока будет идти, а это как минимум почти двое суток». «Двое суток или два года», – встряхнулся водитель. «На мостах и эстакадах создан необходимый запас щебня. На станционарных пунктах ДПС на МКАДе дежурит 21 тягач. Но все это дорожную обстановку пока не улучшает». «Ага, не улучшает», – подтвердил пассажир. «Значит, будем стоять до темна». «Ерунда! То ли еще будет?» «Что будет?» – уже несколько раздраженно переспросил водитель. «Жопа будет. Большая. Чё повеснить тебе говорил?» «Нахера Рафик брал?» Водитель пожал плечами. «Мне нравится. На таких педики ездят». И опять дико заглянул ему под очки. «Заметет, с места не сдашь». «Когда заметет, не поможет и хамар». «Не скажи, хамар вытащит. Это ты по теску и по снегу гораст». «А ты проверял?» – огрызнулся водитель. Братки сказывали. «А ну ведь как? У вас одна тусовка, у нас другая. Ну а спим-то по всему под одним одеялом». «То есть как?» «Телки одни до всех!» – хлопнул его со всей дури неугомонный пассажир и разразился громким безудержным смехом. Возобновился прерванный сводкой погоды шансон. Бесшабашный пьяный ребенок пел песню любви городу, который не чувствует боли и не щадит чужаков. Он любил Москву, хотя и не знал, за что, но был ею рожден и с нею собирался помереть. Здоровски так пел с душой, с размахом, и желтые пальцы нежно обнимут черный кирпич домино. «Ну ты прикинь!» – продолжал неугомонный. «Прихожу, значит, в театр, китыву за ногу, а там пацан с концом бегает, голый совсем. Конец туда-сюда, а он голый чудик носится». В доказательство своей правдивости пассажир выгибал пальцы и семафорил руками. Поперек горла от уха до уха у него тянулся жуткий бордово-серый шрам. «Апцесс!» – объяснял он. «После охоты проснулся, а во рту ни языком пошевелить, ни зубы сомкнуть. Сейчас же хирургу на операционный стол, не два спасли. Но я была!» Водитель, впрочем, придерживался иного мнения. «Врешь ты все», – считал он. «Братки голодку перерезали. На стрелке, пером». «Ну и что это было?» «А, хер их поймет!» «Спектакль какой!» «Говорю тебе, хер поймешь!» «Моя потащила, говорит, пойдем в театр, сейчас типа модно в театр ходить». «Ижиссер крутой, не пожалеешь!» «Дал знать братанам, пошли!» Братаны были положенцами. Что в уголовной иерархии немногим отстояло от вора в законе. Они, в общем-то, и разводили, если в бизнесе кто тупил, не по понятиям. Полуподвальный антикварный магазинчик, игрушечный, как и все, что принималось в нем на комиссию, обеспечивал братанам Токаревым некоторую видимость законности. Основной доход магазинчика составляла валюта. Рубли менялись на евро и доллары, и снова на рубли, и только в оптовых суммах. Далеко не у каждого банка был такой оборот. Кросс-курс вполне устраивал покупателей и продавцов не столько из-за ничтожности маржи, какую брали Токаревы, сколько из-за отсутствия документа оборота и какого бы то ни было валютного контроля. Клиентами были известные в своем мире люди. И на иними с помощью Токаревых располагали связями в финансовых структурах. Каких именно и кто именно был контрагентом по сделкам, вряд ли было известно до конца даже самим братанам. Всегда оставалось место недоопределенности. И она всех устраивала. Токаревы извлекали из нее деньги, и это было главное. Не чурались они и обналичить родной деревянный, и по мере надобности подбросить деньжат коммерсантам. Но зато и брали втрое с того, что мог получить банк. Да ешь, или нужно было банкротить, кого делали это с охотцами, с азартом крупье, выбрасывающего нужную для свояка карту. Свояк, кстати, никогда не оставался в долгу. Все дочерканет маляву какую, что почем, у кого. Что же, и братаны пошли? Куда? Полный сейф бабла! Салтыковские прикатили. У нас как? После пяти самый шухер. Так ты без них, значит, в театр? Ну да. Пассажир опять захохотал. А что? Думаешь, обидел братанов? Не знаю, может, и обидел. Внедорожник медленно пополз вперед. Обидишь! Как же! Сами кого угодно обидят. Мне по малолетке мордальник раскуярили. Мама, не горюй! За что? Да не за что! Просто так! Авторитетом давили. Было бы за что убили! Серьезно, что ли? Еще как! Зубами три дня плевал. И пассажир задорно сверкнул ослепительной и фарфоровой улыбкой. Что из того, ежели молочные зубы были? А ты помнишь до сих пор. Ха, ха-ха, ну ты земля, ха-ха, вот так нечаянно сядешь на Аркебузу, долго помнить будешь. Входничья Аркебуза, работы голландских мастеров конца 17 века, была новейшим украшением магазина в подвальчике. Она так понравилась Токаревым, что решено было с нею не расставаться. Пусть себе стоит на виду. Не хуже пираний в аквариуме у Салтыковских. Есть чем похвастать. Водитель дернулся, вдарил по тормозам, и они встали, на этот раз надолго. Пассажир развернулся, подался всем телом. Теперь он дышал даже не в лицо, а в самое ухо, и говорил с теми же залихватскими интонациями, напористо, как прежде. Стало быть, первый ипотечный скопытился. Еще нет, но к тому дело идет. Сальдо дебетовое, который месяц. Сальдо в нашем деле еще не все. Крошует их кто? Не знаю, рыжий, наверное. Это какой рыжий? Тот самый, что ли? Тот самый, считай его там. Говно, вопрос. Рыжему самому крыша нужна. Недолго ему осталось. Все так думали, а вот всплыл, как ни в чем не бывало. Ну так чего? Хавать-то хочется, вот и всплыл. По-любому недолго ему осталось. Отвечаешь? Я? За него? Что недолго осталось? Или прикидки твои? Мои прикидки? Поверни, всякого сальдо будут. Тем более кранты первому ипотечному. Ну, значит, кранты. Как бы подводя промежуточные итоги, одобрил пассажир. Кто еще? Шоколадка, я тебе говорил. Занялись уже шоколадкой. Мимо нас занялись. Уныло просипел пассажир. Без перспективняк. Ты мне морковину конкретную дай, чтобы, как в прошлый раз, гирдык и все. Нефтянки покупать много стали. С нефтянкой гнилые рамцы схвачено все. Я бы взял под доходность. Мехосенко пусть и берет. Мне на какой ляд? При упоминании главы компании ДСК водитель дернулся и будто бы постарался спрятаться за рулем. Не знаю. Придумаешь, может, что отозвался оттуда. Не, Зюма. Придумывать твой головняк. Хотя... Я железоморочку нащупаю. Пособишь? Ответа не последовало. То-то и оно. Зря. В Москве рублей как дерьма. А все мимо. Так уж и мимо. Ну, перепадает чуток. Не без того. Ты прикинь, оживился пассажир. Надо всего ничего. Децл там и тута, и на всю жизнь. Миллиардов утекших неизвестно куда. При реконструкции полотна кольцевой автодороги хватило бы еще на десяток сантиметров асфальта по обеим ее сторонам. Токареву так запала эта идея с разворованными сантиметрами, что любую наживу он не мог не перекраивать по мерке чиновничьего мздоинства. А что? Лучший способ разбогатеть, скопить, так сказать, первоначально или какой-то по счету капитал. Вознаграждение за подпись, откат за резолюцию. Быстро и безотказно, как на конвейере. Точно, как в аптеке. Несколько хлопотно, но эффект почище, чем от рэкета в базарный день. Безналичные переводы на брокерские счета. И не подкопаешься. Чуть что слыхом не слыхивал, откуда и что там берется. Тут тебе и волки сыты, и овцы целы, и лясы точить не надо, бабло само в руки плывет. А ты только схемки следуй, да со своей ком делиться не забывай. Это ежели только на одной кольцевой миллиарды замутили, а сколько их по стране? А ежели еще и железку посчитать? Трубопроводы там всякие, да прибавить гражданское и промышленное строительство, а к нему проекты, согласования, утверждения, всю эту муть, в которой крупная рыбка и водится. Плюс военные, засекреченные не очень. Службы тыла, боевые подразделения, вооружения, стрельбы, учебы, штабы, генералитет. Да с этаким бюджетом Африку купить можно. А им магазинчик один перепал на Спасском бульваре. Так себе магазинчик, хотя место денежное. Бывший владелец за долги братанам отдал, расхваливал очень. Но да что о нем? Земля ему пухом. С тех пор стоящих дел по пальцам перечесть. Трудно в Москве бабло отбивать, как на войну уходишь. Кино и немцы оптать. Рублей как дерьма, а все мимо. Тут уже ничем не поможешь, ежели не Юпитер. И бычится некуй. На всю жизнь, говорю тебе, хватит. Выдумка эта. А ты промерь. Обрадовался пассажир. Сейчас на щитах тебе нарисуют, где какая ширина. На этот раз водитель не спорил. Снег падал крупными хлопьями. Сколько их? Загадка. Падал бы себе где-нибудь в белом поле. Никому не мешал. И был бы кстати. Вода все-таки. А так. Чертыхание, проклятие, мат. Ни под чем пропадает. Ну, а че пацан-то голышом бегал? Так и было задумано. Ага. Интересуешься? Ну, интересно ведь, что за сюжет. Да, типа самый молодой был. Из приезжих. Опять ли мы-то. Ну и зачморили его. А в оконцовке раздели, чтобы у каждого прощения просил. И что, просил? А куда бы он делся, голый? Ходит, яйца болтаются. О, мура. А его по сапатке. Жестко отчеканил пассажир. Чем кончилось-то? Замочили ей всех делов. Голышом замочили? Да. Уля, ты удивляешься. Чем кончиться-то могло? Поставили на колени пулю в затылок. И асфальт принимает ударенную палецу и под дых. Он мордальником в пол. Типа площадь была. А ему ноги связали и поволокли. Куда? Че куда? По волоклику, да. А, хер его разберет. На зады бросили. В декорации, что ли? В декорации. Загнул нелепое словцо пассажир. Так он и там концом сверкнул. Длинный такой конец. С кривизной. Ну, ты скажешь прям че. Че видел, то говорю. Ну да. Даже конец приметил. Че его примечать? Не бампера. Газуй. И указал на стремительно растущий просвет по ходу движения. Оп ты, кто чем бабло заколачивает? Ничто же сумняшись, рассудил пассажир. Засветился пацан. Теперь волоснёй трусит. У нас тоже чудиков в клетке заперли. Помнишь? Было дело в зоопарке. Но. Что ну? Они в плавках сидели. А девочка с плакатом одетой была. В труселях они днём сидели. А ночью голыми трахались. С чего ты взял? Это вообще-то промо-акция была. Типа звери тоже люди. Ну. Упор стал пассажир. И ночью трахались. С кем бы они трахались. Девочка дома у мамы ночевала. А чудики трахались, говорю тебе. Ули они из клетки не вылезали. И гадили там, и ели. Типа, чтобы всем стыдно было. Не знаю, не видел. Ты, земляк, по всему ребёнком ещё был. Сторожа за бутылку пускали. Позыри, как чудики, эти концы сосут. Моя видела. Опять. Ну тебя. Гон это. Пассажир взорвался хохотом и хлопнул спутника тяжёлой, украшенной перстнями пятернёй. Тот явно не был в восторге от подобных проявлений дружеских чувств. Тем более, что дружеская рука всякий раз невзначай пожимала внутреннюю часть бедра. И он опасался, как бы вдруг эта рука не соскользнула выше. Чё это ты напрягся? Не боись. Не девочка. Шаловливые искорки вспыхнули. И крикливый, будто сигнал тревоги, смех обратил в шутку всё крепчающее пожатие. Водитель хмыкнул, заморгал как-то растерянно, по ребячьи беззащитной полез в брючный карман за платком. «Эх, жизнь!» – пожалел пассажир. «Рыба ищет где глубже, а человек хочет всё!» «Вот пля!» «В Москве рублей как дерьма!» «И всё мимо!» «Обидно, да?» Прибытие Рыхлый этнос Человек вверен свободе. Однако редко пользуются ею так, чтобы достичь совершенства. Прекрасное трудно, свобода противоречива. Люди вверены ей, как стихии. Она позволяет наслаждаться, и она убивает. Есть ли нечто более близкое человеку, чем свобода? Свобода быть таким, каково намерение быть. И, возможно, нет ничего другого, кроме этого намерения быть. Таков человек. Тонкая плёночка бытия. Человек послушно принадлежит свободе, как свободный свободному. Ради чего? Не иначе ради нездешнего. Храму его всюду, где жив человек, и нет никаких иных оснований для принадлежности одного другому, разве что во имя любви. Страна коптов встретила красными, как бокалы с вином, цветами гибискуса, и жёлтыми роз. Дул свежий ветер, синяя полоска моря с востока очерчивала горизонт. Приём был безукоризнен. Улыбки не сходились неожиданно смуглых лиц расторопных хозяев. В накинутых поверх сорочек безразмерных кричащих майках-балахонах от тор-оператора они ловко спроваживали гостей к автомобильной стоянке. Останься одна, она ни за что не стала бы им доверять. Радушие было не как напускным, а в головах белозубых хитрованов крепко-накрепко засело. Семь раз займи, шесть раз отдай. Но рядом был он, и она едва успевала подстраиваться под его размашистый шаг. Среди огромных, как слоны, транспортных экипажей, их серенькая, не крупнее мышки наружки такси, бойко юркнула в случайный просвет и принялась безудержно основать по сетке асфальта. В конце концов, они выскочили на магистрали и устремились на север. В стороне потянулись жилые кварталы и вереницы отелей Хургадинска, прозванного так бледными, как зима, обитателями умеренных широт. До пункта назначения оставалось менее 30 километров. Они снова скрестили руки и мечтательно уставились в лобовое стекло. Водитель непрестанно покашливал, кутал горло в платок и недвусмысленно поглядывал в зеркало. Его глаза были печальны, а сам он хотел казаться усталым. Под маской недомогания ему плохо удавалось скрыть интерес к белой женщине, интерес непосредственностью своей резко отличающейся от культурной мишуры, какой уже привыкли снежные лотосы у себя дома. Вместе с тем, внимание нисколько не задевало и даже не было безразлично. Она поймала себя на мысли, что почти польщена и почувствовала себя виноватой перед мужем, перед семьей, перед ним. Он такой радостный, прижимал ее к себе и увлекал на самый край света. Что-то было в нем от сатира, что-то определенно сатирическое. И смех и грех. Авантюра. Поиск приключений на свою голову. Впрочем, какие только сравнения не придут в голову при таких обстоятельствах. Разве можно за них отвечать? Прекрасное трудно. Люди перестают слушаться в звук, вглядываться в цвет. Это и понятно. Вполне естественно забывать. Обратное требует усилий. Париж, Нью-Йорк, все, все провинция, сказала великая старуха советского кинематографа, философ с цигаркой. Не провинциально, одна только Библия. Любители кухни, жители гламурной периферии полагаются на свой вкус. Доверяют чутью, обостренному на оттенках тончайших флюидов. Во всем этом больше животных, чем людского. От всего бренного и случайного прекрасное отграничивает себя неисчерпаемым количеством вещей мира сего. Улей, куда нарядные пчелы воображения, трудяги молитвы, приносят свой мед, прекрасное доступно лишь тем, кто устремлен дальше. В этом неустанном продвижении на юг или на север и любовь, и свобода. Жизнь, однажды сделавшая первый ход, радостной рукой продвигает нас, как фигурки в шахматной партии против чего-то темного и неведомого, что мы по недомыслию своему принимаем за смерть. В пути водителя значилось Эльгуна, курорт на побережье Красного моря, расположенный в непосредственной близости от Хургады. Основанный недавно, он уже успел завоевать популярность у туристов из Голландии, Германии и Центральной Европы. Одна из самых привлекательных его особенностей искусственные водные каналы, которыми он богат, как швейцарские сырдырками. По этой причине Эльгуну называют Египетской Венецией. Вас поселят на берегу одного из каналов и вы получите замечательную возможность кататься на лодке каждый день. Вы даже сможете добираться на ней до моря, по пути, любуясь необыкновенными красотами пейзажа. Отели Эльгуны это небольшие уютные домики и коттеджи с высоким уровнем комфорта и сервиса, широким перечнем дополнительных услуг и так далее и тому подобное. Если верить описанию, Кафор центральный район Эльгуны был полон разнообразными кафе, барами, ресторанчиками, хотя, как не всматривалась она, ожидая чего-то яркого, пламенного, несусветного, ничего занимательного на глаза не попадалось. Венеция на краю пустыни. Сколько племен сверцало с пустынной окраины морскую даль. Пару сарбатских лодок, а ныне белотелые корпуса яхт сходили со своего галса прямиком в распростертые ладони песчаных бухт. За два десятка лет пустыня превратилась в сад спа-отелей, яхт-клубов, полей для гольфа и заливчиков для кайтсерфинга. Упитанные постояльцы не приминули озвучить свою доминанту в новейшей гармонии старого мира. Для них по берегам прорезанных по пустыне каналов раскрывали двери отелей пять звезд. Все здесь было для человека. Все во имя человека. Коммунизм, в отдельно взятой деревне. Коммунизм за свой счет. Завидев парочку с легким на подъем багажом, бодрая немецкая чета с любопытством вытаращила глаза, как будто крик «Русские? Неужели?» застрял где-то в гортане. Администратор на беглом английском объяснила, что можно, чего нельзя. И они, завладев маленьким стальным ключиком с номерком на проволочке, скоро нашли свой уголок. Тихий домик в ряду других таких же близнецов, стоящих на сваях на мелководье. Он сразу завалился в постель и принялся сбрасывать с себя остатки одежды. Она проскользнула в душ, не прошло и пяти минут, как стало его. Она сошла к нему со своего галса, как только снова увидела его у себя в доме. Тогда все, что считала своим, стало принадлежать и ему. А что считала своим? Белотелый корпус, трепетно-крылый двигатель, воздушно-гладкий парус. С того момента парус слушался его вдохновения. Биение учащалось по одному только слову. Ближе к вечеру они добрались до пляжа. Было прохладно и он сделал вид, что снимает кино. Сначала она улыбалась в объектив камеры, глаза сквозь праздные капельки пластиковых очков. Потом шарахнулась, прикрыла лицо и больше не смотрела, как не старался он поймать ее в кадр. Быстрое переменное настроение едва не смутило. Значит, что-то упустил, о чем-то не сказал, что должен был сказать. Не бойся. Не думай ни о чем другом. Он растянулся на массивном деревянном шезлонге и уставился ввысь. Солнце не грело, а лишь слабо щекотало лучиками. Легкие перистые омлака лениво текли на запад. Она положила руку ему на плечо. «Тебе со мной хорошо?» Он повернулся и, ухватив, поцеловал, а потом слегка прикусил ребро ее ладони. «Ой!» «Тебе со мной хорошо!» Медленно повторил он. «Больше ничего и не надо». «Да!» 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 «Остаться в этом мгновении!» мир, поставленный на паузу. Что еще?» «Прекрасное трудно!» «Трудно! Еще бы!» «Не это ли свободное от истории жизнь?» «Нет ничего страшнее девки вековухи!» вдруг сказала она и опять ощутила горячее биение, изнеможение радости и покой. Покой! Ветер гладко шевелил волны, трепал по щекам. Мальчишка-араб разносил фрукты. Он подозвал его и подал ей апельсин. Долька просвечивала на солнце. Он столько времени думал о ней. Теперь время не стало. Счастье! В чем прелесть литературы? Она позволяет пережить его тысячу раз. После семи стемнело. На черном небе появились звезды, на мазках зажглись фонари, над ресторанчиками засветились рекламные постеры. Сошла желтоглазая ночь. Та, в которую надо позвать, чтобы помочь. Ей было весело. На ужине она никак не могла одолеть десерт и неотрывно наблюдала, как он ел, пил, вытирал губы. Почему ты не ешь? Разве? Ложечкой ковырнув ягодку в апельсиновом желе, она протянула ему. Ммм, поморщился он, и ягодка упала обратно. Мы нашли место, в котором едва ли наткнемся на соотечественников, дотошно изучив окружение, констатировал он. Уже тянет на родину? Еще как! И скептически кивнул головой. Штирлиц склонился над картой, сказала она. Его неудержимо рвало на родину. А мне нравится другой. Штирлиц заложил ногу за ногу. Утро ногу за ногу забрало гестапо. Им вспомнилось и то, как люди Мюллера ставили танк на попа, и то, как Штирлиц закрыл форточку и дуло исчезло. Все это перемежалось взрывами смеха, не дать, не взять дети малые разыгрались на воле. Пожилая дама неодобрительно поглядывала в их сторону. Это еще помнит Гитлер Югент, понизив голос до степени полной нелегальности сообщил он. На явочной квартире нас ждет засада. Придется взять парабеллум. И они опять давились от глупости, что как назло лезли в голову и вызывали недоумение у благовоспитанных соседей. Теперь мы для всех плохой русский стол. Надо же, как не повезло, самонадеянно подтвердил он. Идем в кафр? В темных объятиях ветра слышался однозвучный гул океана, спаянного бесчетным множеством связей, гудящего из баловства в пустоту восточной пустыни, просто так, чтобы было кому гудеть. Вихрь подталкивал в спину и обвивал лицо. В абсолютном его движении было что-то заговорщическое, немое. Он пробуждал среди ночи и заставлял повторять один и тот же черно-белый перформанс с бесконечностью, ветром и завороженными хлопьями прошлой жизни. Гляди, аквариум. За первым же ресторанчиком светилась неоновая вывеска местной достопримечательности. В синих глубинах Красного моря на фоне колоритных пейзажей переливались всеми цветами радуги причудливые обитатели рифов, расщелин и скал. Морская бездна влекла. В тесноте ее гротов и лабиринтах путей кипел рыбный суп. Им уже что-то рекламировали, горячо жестикулируя и преданно глядя в глаза. «Просто театр Карабаса-Барабаса какой-то. Да, а ты Буратино, зайдем?» «How much?» спросил он у зазывала. «For two persons?» «Twenty pounds of four dollars!» привычно запросил тот. «Вот сколько стоит счастье!» подумал он и достал доллары. Внутри было сумеречно, как в пещере. Только в аквариумах жило солнце. Она сразу остановилась перед скалярией невероятных размеров настоящей хозяйкой отмели. Скалярия медленно ходила кругами, демонстрируя все великолепие своего облачения. Следом петляла еще пара тройка здоровенных рыбин. Зеркала по бокам удваивали каждую и потому подплывая ближе они без труда находили себе попутчиц до нового поворота. На известковом дне копошились членистоногие. Суровый мрачный краб, похожий на перероска паука, упорно пытался сдвинуть с места к тенью. Чем она ему помешала? В углу из-под камня выглядывала полосатая рыбка и в глубоком мысленном молчании созерцало происходящее. Оба ее черных глаза как локаторы были устремлены на людей. Философ, рассудил он, все подмечает, а о чем думает неизвестно. Ни о чем не думает, шепнула она и показала на плоское существо с длинным гибким хвостом в аквариуме поменьше. Электрический скат. Скат лежал на камнях, весь каких-то нелепых голубых пятнах на грязно-зеленом камуфляже. Посредине хвоста тянулась узкая полоска такого же до странности голубого цвета. Вокруг разместились его собратья. Они замерли и совсем не подавали признаков жизни. Наверное, спали. Хм, электрический. то есть от него тут питается все. И он указал на тусклое освещение коридора. По обеим сторонам его за рамами толстого силикатного стекла, каким обыкновенно довозствуются витрины магазинов, висели, возились, играли, порхали в воде, бродяжьи царства, удивительно несуразных существ. Были тут коробки в точечках с квадратными головами, ядовитые львы с пижмами, что у королевы Марго, хирурги с хвостами в форме полумесяца. Все они, словно старые приятели, были ей знакомы. Угарь покрупнее гонял соседа по заточению. При каждом укусе тот нервно вздрагивал изящным тонким телом и спешил укрыться как можно дальше. Его нагоняли и кусали снова. Хлюпанье воды и удары о стенке были настолько сильны, что заглушали мерный звон мелодии, единственно отсчитывающий часы. «Слушай, он его кусает. Маленького этого, который слабее. Он его поглядя терроризирует». «Может, эта самка, он к ней пристает?» предположила она. «Может быть», у него сорвался непроизвольный смешок. «А может и нет», как бы раскаиваясь сказанным, легкомысленно бросила она. В другом водоеме длиннющие лысые мурены были придавлены обломком темно-серого диабаза, так что могли только разевать зубатые пасти, раздувать жабры и впиваться черными от ярости злокозненными глазками. Они махали хвостами с одной стороны и как змей-горыныч мотали головами с другой. И хотя не пылали огнем и не кусались, но пожалуй вряд ли бы удалось насыскать смельчака безрассудного отважного Иванушку дурачка, чтобы сунул к ним руку. Их морды мало чем отличались между собой и не без удовлетворения обнаружила она были списаны с колючего выражения мадам фиги, когда та пыжилась от напряжения методологической мысли. Глисты какие-то расценил какие-то несусветные страшные глисты. Рыбки боятся, руку поднести убегают, а эти наоборот, лезут все. Прожорливые и кровожадные мурены обладали невероятной живучестью. Можно было поверить рассказам о том, как в древнюю эпоху их откармливали человеческим мясом, обрекая на растерзание ленивых рабов. Никогда не поздно обличить подлую тварь в ее подлости, подумала она. Так им и надо под камнем корпеть. Пусть перегрызутся, подавятся своим ядом, Мурины Сергеевны. Аквариум рядом казался пустым. Им пришлось постараться, чтобы разглядеть хитроумного краба, чья серая в крапинку окраска сливалась с крошкой известняка и ракушек. Его просто не видно. Вот он. Палец ударился о стекло. Краб закопан. Да, закопался так. Смотрит сюда. Угу. Смежная комната была ярко освещена. На стене извивались нарисованные лианы и стремились расползтись приклеенные на эпоксидку ящерки и жуки. Со сталактитов под сводами свисал плакат «Крокодиллс». Крокодилы это громко сказано. Скорее крокодильщики грелись на гальке под искусственным светом ламп и не замечали человеческого присутствия. Едва заглянув за барьер, он хотел было погладить по ребристой коже одного из них, как вспомнил, что едва пробив скорлупу яйца, аллигатор с первых дней способен откусить палец или только фалангу. Собственно, это уже не имело значения. Привлекать клиентов искалеченным пальцем это моветон, а финансисту следовало быть неотразимым. Это да. И они вернулись к аквариуму. Чуть присев, он вытянул голову и упруго взмахнул руками, изображая, как парит стайка растрепанных колючеперых рыб довольно неправильной формы. То были крылатки. Перебираясь по дну и выныривая у самой поверхности, они устрашающе расправляли свои веера. Глаза у них были большие, с двумя ушными выростами наверху, в плавниках спрятаны шипы. Кому-то взбрело на ум сравнивать их со львами. А ведь растопыренные плавники не вправе соперничать с кошачьими гривами. Полосатые, как зебры, они скорее напоминали средневековых самураев во всей боевой амуниции и со знаменем на плечах. Прекрасно трудно. Когда сознаешь это, мир останавливается. Мир поставленный на паузу. Что еще? Головращение прекратилось. Послышался треск времени. Осталось одно. Тебе со мной хорошо. И все. подле компрессора, откуда непрерывно выдыхалась струя воздуха и пузыри рвались из воды, распластался прилипало. Вытянутому в струнку ему достаточно было присасывательной пластинки на верхней части спины, чтобы чувствовать себя прекрасно. Но и это бурление свидетельство постоянного биения и растяжения жизни не возвращало его к миру истории. Туда, где люди, следуя неумолимым законам смерти и воздаяния, любят и убивают друг друга. Недоступные оку истории кочевники всегда в настоящем. Проходя сквозь и мимо хищных чудовищных лап, кочевники всегда в становлении. Становление это вечное чудо возрождения субъективности. Возвращение к началам. Начало жаловали свободу, свободу быть таким, каково намерением быть. В началах была любовь, полная нездешнего очарования паузы, паузы, на которой все прекрасное, освобожденное от истории, прекрасно само по себе. Распустив алую юбку фанданга, изгибалась и переворачивалась рыба-танцор. Она покачивалась и отжималась, выкарабкивалась, падала, не достигая успокоения ни в одном из своих скольжений. Зарядку делает или плавает так смешно? Как цветок, сказала она совсем тихо. Ага, видишь, укачала. Аквариумы дрожали зеленым, синим и голубым. И в это дрожание, колыхание, уединение, восторженное и немое, вторгся ликующего вида юноша, вторгся сам собой, как будто его только и ждали. «Очень красиво, да? Супер!» Ему кивнули. Юноша бесцеремонно достал танцора и принудил опять делать зарядку на верхушке булыжника и два скрытого под водой. «Очень, очень красиво, да? Где он, где он?» Его быстрая, сбивчивая и путанная речь, тем не менее, доказывала распространение нашей по планете. Распространение, особенно заметное, как полагал поэт, вдалеке. «Мавия!» «Русские мавия, да?» Настойчиво раскладывалось по слогам. «Вы мавия!» «А, мафия!» «Нет, не мафия!» «Какой хотель?» «Отель!» Возобновился допрос. «Панорама!» «Очень красивый отель!» Немедля поздравил юноша. Ему заранее было известно, что это очень красивый отель. Другого просто быть не могло. «Дэнсер маленький!» «Хамара большой, очень вкусный, да?» И подвел их к тому, что определил как хамара. «Очень вкусный, да?» «Кушали?» «Нет, они не кушали». «Фишхаус в Хургадо очень вкусный рыба!» «Фишхаус!» «Хамара большой, очень вкусный, да!» Рекламный блок был отработан по возможности удовлетворительно. Юноша, необычайно довольный собой, выжидательно улыбался и был по-своему совершенен. Демонически совершенен. Она молчала. Он быстро поддакнул, что «Да-да!» Амар мой большой, не посмотрев на извивающие усами чудище, прибавил «Как рак!» «С пивом потянет!» «А если без пива, то все равно у мяса должно быть вкусное!» Он представил, как будет вытягивать из этих корявых долговязых суставов нежную розово-белую мякоть, отчаянно цепляющуюся за сухожилие... Хотя что-то, конечно, в этом было. Сперва насладиться красотой животного мира, а потом его вкусом. На четвертом десятке лет замечталось совсем другое. Черепаший суп на обед и дымящееся жаркое. Припоминая облик, распробовать всех по очереди. Смаковать под аперитив мелководное ассорти. Запивать белым рейнским вином тончайшее филе редких пород. И осторожно, вскрывая ножичком панцирь членистоногого деликатеса, баловаться шоколадным нектаром на вишне и коньяке. Хаос. Праздность, да и только. Но раз уж омар поедает своих более слабых сородичей и не брезгует ничем из того, что попало в клешни, ни растениям, ни животным, мертвым или живым, не грех поживиться самим омаром. Каннибалу? Каннибалово? Демонический юноша тем временем не отрывал от них свой ликующий лик. Белый вязаный пуловер до странности контрастировал с гладкой темной кожей. В полутьме тускло отсвечивал стальной браслет на запястье. В какой-то момент юноша прибег еще к одному средству из арсенала отрепетированных забав и, тихо присвистнув пальчиками, растопыренными на манер многочисленных ножичков и отверточек мультитула, бойко забарабанил по аквариумному стеклу. Тесная стайками люсьги зашевелила усиками, собралась, шапнулась туда-сюда и успокоилась в дальнем углу. Кусается! Кусаются? Они? Это-ви-ты! Е-да-ви-ты! Замечая, что его не понимают, юноша с усилием налегал на слова. А-а-а! Е-да-ви-ты! Подойдя к ракодильчикам, юноша ухватил самого маленького и попытался уложить на ладонь. Можно? Бери! Она отшатнулась. Нужно говорить не можно, а хочешь, объяснила ему. Хочешь? Переспросил юноша. Ты же спрашиваешь. Хочешь? Нет, не хочу. Нет? Нот хочу? С большими зубками? Ты бери сам. Это маленькая. Нот кусается. Затараторил проводник в надежде хоть что-нибудь всучить из коллекции террариума. Нот кусается. Бери. А чем кормите? Что они едят? Размеренно с учительской твердостью в голосе спросила она. Кали-мары. Рыбка маленькая. Каль-мары. Кали-мары. Неправильно заученное слово коверканно скатывалось с языка. Каль-каль раздалось следом. Каль-мары быстро сложил демонический юноша. Проворный, подумал он. Даром что фишхаус. Кобра, мумифицированная в стойке на хвосте, появилась на голове проводника. Опять для меня пакость готовит, заметила она и спряталась от греха подальше. Хочешь? Бери. Пристал искуситель и попытался водрузить на нее сухое, как корюшка присмыкающаяся. Давай, попробуй. Сделай красиво с коброй. Просоединился и он. Не хочу я ее. Увернулась от протянутого ей чучела. Не хочет она. It's fantastic. Как живая. Fantastic. Стало смешно. И они на пару так и быть уговорили ее сфотографироваться с шершавым змеиным обручем вместо короны. К полуночи ветер затих. Лишь редкие порывы его, мягкие и влажные от усердия долетали откуда-то с моря. В отеле на террасе над круглым бассейном они облюбовали одинокий столик. Бассейн был озарен отраженным светом осторожных не мигающих фонарей. Горячая вода из шланга мерно струилась в его прозрачную глупь. Чем не аквариум? Когда он принес кофе, она перелистывала увесистый том. Что это? Вольтер? Восхитился он. Философские повести было напечатано на обложке. И что мы с этого будем иметь? Выточив закладку, она прочла. О, светоч мира! Наместник Изиды, Азириса и Гора, Повелитель обрезанных, Чей алтарь, подобно алтарю разума, Высится надо всеми престолами. До меня дошло, что ваш бог, Бык Апис, Умер. В два порыва ветер перевернул листы И сдонул пену с чашек. Снизу доносились оживленные голоса. Цоканье! Цо-цо! Сыпались вопросы и над всем этим Пароксизмы веселья. А он со строгостью визиря В джемпере с воротником под самое горло Не сводил с нее глаз. Прохладно поежилась она. Что ты хочешь? Зима! В северо-восточной Африке. С ударением на северо-восточный Предостерег он. Все-таки теплее лето На юге Западной Сибири. Ага, немного теплее. Не нужен мне берег турецкий И Африка мне не нужна. Напел он. Похоже на песню Семита с обетованной земли Между Турцией и Египтом. А пелось в стране далеко на севере. Обман? Если бы, отвечала она. Если бы все было так просто. Кто автор? Исаковский? Матусовский? Блантер? Они ведь тоже никуда не летели. Народу были верны. Скорее вождю. Им и незачем было лететь. И так все имели. Прямо пропорционально своим духовным запросам. Это были запросы времени. Вполне возможно. Запросы партии или народу. Без разницы. Все равно грандиозный духовный провал. Или подмена. Куда сильнее Гумилев. Сердце будет пламенем палимо. Вплоть до дня, когда взойдут ясны Стены нового Ярусалима На полях моей родной страны. Он воодушевился и прочел до конца. И тогда повеет ветер странный И прольется с неба страшный свет. Этот млечный путь расцвел нежданно Садом ослепительных планет. Предо мной предстанет мне неведом Путник, скрыв лицо. Но все пойму Виде льва, стремящегося следом И орла, летящего к нему. Крикну я. Но разве кто поможет, Чтоб моя душа не умерла? Только змеи сбрасывают кожи. Мы меняем души. Не тела. Он умолк. Сброшенные кожи, души и предания Герметиков и Ирисиархов Погребались песками. Это иссушенные годами ладони Истории по крупинке событий Возводили призраки своих пирамид. Высоко-высоко на вершине неба Ведал Мани Прибывает бесстрастное божество. Внизу, лицом к лицу, Сын Божий И князь тьмы. Сад ослепительных планет, Если такой расцвел бы на небе, Был бы зловеще прекрасен. Именно его видел святой Антоний, Когда во тьме бесконечной, кромешной, египетской Демоны искушали его. Здесь и шага нельзя было ступить, Чтобы не одолевал тысячелетний ужас Космической пустоты. И они В кочеве своем пустились В эту великую тьму и безмолвие С безрассудством язычникам, Всветших, наконец, счет и с историей. И ведь не был Николай Степанович одинок, Посчитал он, Ни в России, ни в мировом масштабе. Вот Мильтон, Поэма Уильяма Блейка. I will not seize from mental fight. Погляди, как сказано. Mental fight. Ментальный бой, сражение духа. Но shall my sword slip in my hand? И меч не уснет в руке. Till we have been in Jerusalem In England's green and pleasant land. Пока не построим Иерусалим В зеленой и славной английской земле. Иерусалим духа каково? Самая трудная битва, Битва духа. Быть может потому, Что всякий, кто не знает о ней, Сражается против. Не отчитала у Бродского, Заговорила она. Философия государства, Его этика и эстетика всегда вчера, А язык и литература Сегодня или даже завтра. Правильно. Литература устремлена в будущее, А государство всего лишь история, Отработанный пар. Время абсолют, История механизм. Становление все, Что происходит во времени. Память все, Что предана истории. Разве не так? Наверное, так. Хотя одной литературы Для будущего недостаточно. Нужны физические усилия. И любовь. Не, С физикой и любовью Все обстоит гораздо сложнее, Отмахнулся он. Почти как со снеговиком. Дался тебе этот снеговик. И еще мужик во внедорожнике С дробовиком. Почему с дробовиком? Ружье настоящее, Охотничье. А снегурку кто лепит? Женщина лепит. И не снегурку, А снежную бабу. Пусть бабу. Тебе-то какое дело? Мне никакого. Ты о снеговике заговорил. Ну я. А раз заторила меня ты. Нас учили. Мужчина во всем виноват. Хм. Это вроде как Откуда берутся стервы? От неудовлетворенности. Опять же мужчина виноват. Именно. Да ладно. Сразу вспомнила мадам Фигу И подругу ее, Мурену Сергеевну. В неверии философию преподают. Знаю, были такие. У одной глазки хитрые, Свирепые, Как у рыбок сегодняшних, Ты видел под камнем. А скал в тридцать шесть старых зубов. По четыре корня мудрости На каждой челюсти. Потому ее Муреной прозвали. Она сразу не взлюбила меня. И я ни в какую не могла сдать ее мудреный предмет. Мурена его диалектически истолковывала. Она все лады. Не за что было ухватиться. Раз уж попала к иезуитам, Уже на ненавистникам. Любому тезису Мурена Сергеевна Противоставляла другой. И валила на пересдаче. Страшно было. А вдруг отчислят. А я неплохо училась. В аспирантуру намеревалась. Она подобрала ноги И устроилась поудобнее. Пришлось узнать, Как покупают экзамен. Со мной в жизни ничего отвратительнее не случалось. Быть жертвой подобного вымогательства. Мерзость. Представлю, как Мурена скалилась, Когда получила конвертик. Как торжествовала. Чашка остыла. Хотя рекламной картинкой Все еще излучала тончайшую аромагию кофе. Небесному лучу, заключенному в вещах, Легче всего высвободиться в запахах, Пряностях, ароматах. Коловращение мира удерживает его. Она сделала глоток, Заглянула в книгу, Как будто хотела что-то найти у Вольтера. И продолжала. Мадам Фига, та у нас ничего не вела. Она вообще прежде ночной воспитательницей физмат-школи работала, В интернате. Ходила по комнатам с электрическим факелом, Следила, чтобы мальчики к девочкам не перебегали. Себе на уме, баба. Теперь подвязается философия образования, доктор наук. Об интеллигентности пишет. О гражданском сознании, что-то в этом роде. И тоже в Москве. Зажигает с гений Зарецким. Прелюбодействует в ее-то годы. Но мы тоже не ангелы. Пусть. Я о другом. Фиги и мурены из тех особ, Что появляются в вашей жизни исключительно, Если могут что-то с вас поиметь. Такие вот как они, Не идут дальше тщеславной глупости И не пускают других. Жгутиковые. У каждой по четыре мерзких, Липких жгутика На обеих сторонах тела. Ими они крепко цепляются За стенки питающего организма. Паразиты, одним словом. Взращивают псевдоученность. Поворачивают науку к алхимии и каббалистики. История старая, Как сама наука. Вставил он. Грустно все это. Раньше мурены и фиги Научный коммунизм вдалбливали. А теперь толкуют о том, Что дух триедин. Изживают талантливых ребят. Делают иностранцами у себя на родине. Подумай. За последние десять лет Эмигрировало два миллиона человек. Два миллиона не самых глупых И наиболее квалифицированных. Тех, кто в состоянии Инвестировать, инвестигировать, Создавать. Трудь не изгоняют пчел. Тоже старая, Как мир наука. Перефразировал он. Простейшие лучше приспосабливаются К изменяющейся среде. Конечно. И глядя в черную даль, Откуда поднимался ветер, Заключила. Человеческая природа – это многоугольник, Вписанный в круг. А круг – божественная природа. Так вот, Фийка, Зарецкий, Мурена Сергеевна, Они не более чем треугольники. Хитроумны, эгоистические, Плоские треугольники. Их моральное сознание и наука На примитивной стадии, А они чему-то учат других. Я даже догадываюсь, чему Живился он. Не дошедшая до нас Книга Брута о добродетели Вполне могла бы стать Катехизисом Жгудьковых. Думаю, у них она есть. Брут был усилен в практике, А ее вполне достаточно для теории. Ага. Мы ее конспектировали целый семестр, Подтвердил он. Как тебе следующий пассаж, Нечто вроде К несомненно положительным признакам Интеллигентности Принадлежит искренний мирализм, Такой, чтобы взять на себя Тяжкий груз, Неважно, картошки или ответственности, И не вступать в драку За более сладкий кусок Или место под солнцем. Хорошо? Особенно насчет картошки Хорош, этический иллюзионизм. Большого ума, писал человек, С юмором. Кофе был допит, И она рассеянно слушала его. Вот и старайся всеми мадамками Делать симпатию и альянс. Это еще не все. Истинный интеллигент, читаем, Должен быть благодарным И помнить о тех, Кто помогал ему в разных жизненных ситуациях. Ему следует уметь радоваться цветку, Другу, любимым людям не на показ, А тепло и доверчиво, Как слабоумная Афелия добавил бы я. И это еще не все. Надо научиться, Слышишь, научиться. Сносить обиды И не прощать предательство. Это что-то из общественной рекламы, Возможной только у нас. Научите ваших детей Не разговаривать с незнакомыми людьми. Весь мир учит детей говорить, А мы, значит, должны научить детей Не разговаривать. Для начала хотя бы с незнакомыми, А потом можно и палец губам приложить, Чтоб совсем как на листовке От товарища Ежова. Что скажешь? Изида? Сказала она. Египтяне так изображали Изиду, Дабы жрецы не обмолвились О ее земном происхождении. Но это же настоящий Брэд оф Сивкейбл, Сифилис мозга. Да, не Вольтер, Согласилась она. Пустословие. Хотя, может быть, По молодости, Геня Зарецкий Морально был в два раза крупнее, Целый ромб или прямоугольник, А подруга представлялась ему Магической звездчатой пентаграммы. Представляешь? А потом жизнь стесала Невостребованные углы. Представляю. Это каким же рубанком Пообтесали твою ночную воспитательницу? Почему мою? И вовсе она не моя. Загорюку не я из нее сделала. А кто же? Не знаю. Бесы, дочка родная, Товарищи по партии. Время такое было, Сама себя обтесала. Очень даже может быть, Что и сама. Как унтер-офицерская вдовица. В таком деле можно обойтись И без помощи со стороны. Она обошлась, это точно. Мне думается, Каждый сам за себя отвечает. Кстати, ее дочка Со мной на одном потоке училась. Ее тоже фигой звали. Целая коллекция фиг. Не без иронии отметил он. Я водил знакомство с ее зятем. И что же? Ничего примечательного. К тому времени они развелись, И о фиге младшей он говорил, Что такая же истеричка, Как ее мать. Это тебе бывший наплел? Не стала бы я ему доверять. И была бы права. Он ведь тоже не алтарь разума. Увы, не алтарь. Скорее всего, еще один треугольник. С сожалением допустила она. Стала зябко. Они спустились с террасы, Миновали бассейн, И по мазкам направились к домику, Где надеялись, Их ждет гудящий на обогреве Кондиционер. Вот иду я и думаю. Он крепче обнял ее. Прав был Монтэнь. В нас меньше зла, чем безрассудство. И мы не столь мерзки, Сколь ничтожны. Интересно, кто в таком случае я? Ты тысячеугольник. Я тебя обожаю. Ха, польщенный он коротко рассмеялся. Вы называли меня умницей, Милою девочкой. Так что ли? Так. Но не могли понять, что шутите? Вы с вулканом страстей. Желтоглазая ночь провожала каскадом фонарей, Изредка глухо ворчали моторные лодки. Это был мир, снизошедший до паузы, Где даже скалярии над остовами затонувших кораблей Еле ворочали плавниками. После возвращения оттуда Ваш муж стал другим, Балагурил он. Тлетворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. А это странная фраза. Собака друг человека. Странная, если не сказать больше. Она улыбалась. То было Изнеможение радости. И покой. И покой. Субтитры создавал DimaTorzok Большинство людей не имеет концепции. У Олега Андреевича была своя. И у каждого могла быть своя, полагал он. Надо только преодолеть барьер, Почувствовать легкость. А там само пойдет, ляжет, покатит. А как же? Иначе и быть не могло. Хрупкий сложением за свой рост по жизни Олег Андреевич Отвечал сам. В Третьяковке поздний автопортрет Василия Ивановича Сурикова, Урожденного Сибиряка, Внука казачьего атамана, Угодив в поле зрения кому-нибудь из ДСК, Тотчас вызывал внутренний трепет. Причиной служило даже не то, Что в чертах великого передвижника, Сумевшего запечатлеть историю в красках, Было много сходства с Олегом Андреевичем. С полотна смотрели живые, Полные глубокого сосредоточения глаза. Это был взгляд, что многого стоит. Взгляд человека, Знающего, как оно бывает, Когда сила силу ломит. Вот, это был его взгляд. В маленьком шахтерском городке, Где прошло детство Олега Андреевича, Не было ни моря, ни гор, Ничего глубокого или высокого, К чему из раза в раз хотелось бы возвращаться. Одни стволы шахт и конусы терриконов, Свалены обломками извлеченных из земного чрева пород. Надгробия черному, надежному золоту И множеству судеб горнорабочих, Чей кредит жизни был растрачен на рентабельность шахт. Траурные мрачности, Шлакоблочные дома соседствовали с двухэтажками, Из красного кирпича, И вся картина, Весь пейзаж сибирского городка, С простыми, как бездомные псы, Березовыми колками, Нагонял уныние и побуждал к запою. Стремление бесконечного обустройства, Обыкновенно свойственное домашнему зову человеческого рода, Отступало здесь перед прозрачной стеной мировой скорби, Уходящей в беззвездную ночную пать, По которой стекало неимоверное количество влаги, И возносилось неимоверное количество душ. Сон мы душ, Которым прежде и на земле, И под землей было тесно, И которых не пойми откуда набралось столько, Что уже не вмещали кладбищенские ограды, И они медленно перебирались на небеса. Тоска. В круглосуточных магазинах прилавки Зарешечивались до потолка. По вечерам, О крест собирались команды крепко сбитой спортивной молодежи, Впрочем, достаточно обходительной с земляками. Город-сад цвел, Собираясь со всеми силами, Чтобы длить биение переживатого стахановского прошлого. Цветение было тягостным и печальным, Каким ему и положено быть в пору последней весны. Не верь, не бойся, не проси. Все, чему могла научить жизнь в здешних краях. С малого возраста. С детского сада. На шестом году жизни Олег получил камнем промеж бровей, Пущенным злосчастным отпуском какого-то прапорщика. По непонятной агрессии дебилоида, Камень полетел точно в затылок. Однако, предчувствуя покушение, Олег мигом обернулся и успел лишь заметить стремительно растущую птичку. Немного левее или правее, И она выклевала бы ему глаз. Потекшая по лицу кровь вызвала переполох. Воспитательница бросила тяпку на клумбе с рассадой, И кое-как заклеив пластырем рану, Повлекла его за собой в больницу. По дороге им встретился хирург. У него было обеденное время. Но взглянув на залитого слезами ребенка, Которого непрестанно дергала за руку перепуганная женщина, Сказал, что через полчаса будет на месте. На операционном столе Олегу дали общий наркоз, И он впервые уснул не по своему хотению. Проснулся с обмотанной головой и расстроенной мамой у кровати. Через день бинты сняли. Но прошла, как ему показалась, целая вечность, Прежде чем его освободили от белых, Крестом схваченных полосок на лбу. И Олег явился обладателем неглубокого, Хотя и эффектного розового шрамика, Одной дужки для двух половинок слегка асимметричного, С азиатской примесью лица, Не утратившего от того детской привлекательности. Глупенькая молоденькая нянечка Прикладывала подушечки пальчиков к его носику, Как кнопки звонка. Позднее, в школе, Учительница рисования Находила в его чертах все помыслы, Каким татарам предавались На завоеванной имя Руси. А историк глумливо Жонглировал словами Карамзина о том, Что по три любого русского И отыщешь татарина. Чему было тереть? Часть класса не только носила татарские фамилии, Но и объяснялась на звучном, Каркающем наречии. Увы. С языком, любым, какой ни возьми, Было, по общему мнению, хреново. Туго было с мечтой. На Тыргане непременно дул ветер, Пронизывающий зимой и пыльный лето. В этой части угольного разреза Люди селились в непосредственной близости От горной выработки. Район засыпных деревянных домов И межсезонного бездорожья. Таким был мир, В котором отроком очнулся Олег И где разъялась его душа. Это был странный мир, В котором дворы выглядели лучше, Чем фасады. Быть может от того, Что фасады обветшали еще на закате Советской эпохи, А уборка и озеленение Отличались завидной Механической регулярностью. Мысль мальчика тем временем росла, Лепилась и воялась, Отнюдь не по склонам терриконов, Чреватых осыпями и обвалу. И даже не по улочкам и проулкам, На которых пешеходу некуда было ступить, Тротуары однажды сочли буржуазной затеей. Мысль мальчика была далеко, Там, где море сливается с солнцем. В одной из детских своих книжек Он увидел эту картинку. Яркое, оранжевое солнце Купается в золотом, Синем, Фиолетовом океане. И ему захотелось нырнуть, Нырнуть поглубже, Остаться там, На грани воды и света, Сказки и села ботанических Морских повторений. Море волнуется раз, Море волнуется два. Образование горного инженера Было таким же далеким от мечты О море и солнце, Ведшее его по жизни, Как стрелки объездного пути. Никогда Олег не шел напролом. Жизнь на яхте, В водах тропического океана, Лукаво подмигивала ему, И он знал, Что не стоит поддаваться обольщению, Прежде чем синиться в руках, Не вырастет до размеров Контрольного пакета акций Инвестиционной компании, Да не абы какой, Но федерального масштаба. Первый миллион был самым трудным. Завоеванным на скупке ваучеров, Спекуляциях с фекселями, На долгах энергетических И железнодорожных компаний, Да на арбитраже. Зато с какой гордостью Олег Андреевич заявил на сайте Своего детища В середине безбашенных 90-х. Собственный капитал Компании ДСК Превышает Один миллион ЭКЮ. Большинству клиентов, Конечно, Привычней был доллар. Зеленый, Шероховатый бакс В эпоху перемен Приятно согревал душу и тело. А ЭКЮ, Полагали они, Это что-то из времен Мушкетеров и Короля Солнца. Пираты, должно быть, Набивали ими Своими Свои рундуки. Поэтому специально для массового потребителя Финансовых услуг Была сделана оговорка о том, Что ЭКЮ – это аббревиатура От European Currency Unit Европейской валютной единицы, Используемой странами Евросоюза И по своему курсу превышающей Американского друга. После кризиса с 98-го Миллионы сами шли в руки, Как рыба на нерест. Олег Андреевич ловил их сачком, Залихватский подсекал на крючок И вытаскивал со дна промысловых банок. Но, главное, Вовремя расставлял сети И никакая, даже самая малая, Снеть не могла проплыть мимо. Компания росла И уже успела пустить корни в столице, Когда Олег Андреевич обнаружил, Что солнце и море не стали ближе. Они удалились в некоторую Сказочную перспективу, И мысль о ней больше не повергала Его в состояние приятной эстомы. Все это представлялось Теперь детской забавой, Празношатанием. Власть, безудержная, Неутомимая власть, Своим жарким валением Манила Олега Андреевича И побуждала примериваться К креслу начальника федеральной службы. Не то, чтобы он Удивительным образом позабыл, О своих миллионах И прелестях рассвета Над коралловым рифом. Без миллионов Нечего было и помышлять О министерском портфеле. А очарование солнца и моря Он вкусил и мог вкушать В полной мере, Как только бы пожелал. Но теперь, Когда он мог себе это позволить, Они утратили свою прелесть. Прежде некто наделил их властью Над его сердцем. Теперь ему вольно было Вовсе лишить их силы. Холодная испарина Покрывала лоб Олега Андреевича, Стоило ему задуматься О своем предназначении. И тут тебе Здравствуй, Опа, Новый год! Сначала новости делового канала. Затем газеты РБК, Коммерсанты, Новейшие Известили об аннулировании Квалификационных аттестатов У президента компании ДСК. Аннулирование означало, Что Олегу Андреевичу Запретили заниматься Инвестиционной деятельностью В должности руководителя Финансовой компании. Запрет был вынесен Той самой федеральной службой Начальником, Которой он так Ожесточенно пытался стать. Ах ты ж козлина какая, Милованов! Выргулся Олег Андреевич. Вот козел так козел! Всадил Штопова. Чует гадина, Что кресло уходит. В компании засела Камеральная проверка Миловановская служба. Поднимали все. Поручения клиентов, Сколько бы их ни было Этих поручений, Еженедельные отчеты Федеральную службу, Кипы бухгалтерской документации, Сверяли первое со вторым, Второе с третьим, Третье с первым, И черт знает как, Пытались выкрутить руки. Сомнений быть не могло. Милованов, Погонь Министерская, Бестолковая серая заурядность, Должность не подарит. Тем более, Не подарит ему, Господину из сибирской глубинки, Несшему на себе мир. Чего и следовало ожидать. Однако, Хуже всего было то, Что эта коренная Московская сволочь, Похоже, Решила уничтожить его, Олега Андреевича, Окончательно. То есть, Со всем его бизнесом и штатом, 160 человек, В одной только столице. Конечно, Олег Андреевич, По-прежнему, Оставался собственником, Дилер сервис кредита. И компания, Никуда бы не делась, Из-под его всевидящего ока. Но удар был нанесен, Что называется, В самое рыло. Национальная ассоциация участников Фондового рынка, Выразила сожаление, И в то же время, Поддакнула, Заявив, Это, Дескать, Довольно мягкая мера, Из тех, Какие федеральная служба, Могла использовать. Радуйся, Мол, Олег Андреевич, Что и лицензию, И доискание отозвали. Танцевал бы тогда. Коллеги, Из управляющих, И инвестиционных компаний, Они же конкуренты И тайные недоброжелатели, Сочли миловановскую резолюцию Нормальным процессом. Что подделаешь, Одни работают, Другие надзирают, И вроде как не придали Событию особого значения. Посмотрим, Как запоете, Когда сгинете без работы, Прищуривался Олег Андреевич, Читая подобные комментарии. Заголовки гласили, Регуляторы на чеку, Мал золотник, Да дорог, Не знай об роду, Не суй. Милованов наносит ответный удар. Пресса обзывала Олега Андреевича На руках, И лишь к концу дня, Когда приближается время оплаты, Прикупают необходимое Для взаимозачета Количество ценных бумаг, Но уже по значительно упавшим ценам. Когда кризис, Биржевая паника все ниже, Раскручивают маховик цен, Медвежья игра приносит миллионы. Тяжелая лапа медведя Придавливает выи И боджит головы несчастных быков. Олег Андреевич Лично отдавал поручения На продажу миллионов акций Роснефти. При открытии торгов И скупал их к закрытию торговой сессии, Продавая по 225-227 рублей, И скупая по 219. И так, пока акции не упали до 160. Тогда Олег Андреевич остановился И принялся выжидать изменения конъюнктуры. Почему он должен был упускать свой шанс? Не он ли предпринял все, Чтобы ранее акции достигли предельной цены? А значит, у него было полное право Зарабатывать на падении. Хотя кое-кто из регуляторов Хотел бы, чтобы такие, как он, Подсчитывали убытки. И все под кисло-сладким соусом, Разговоров о тихой гавани И островке стабильности В море мирового финансового кризиса. Нет. По-иному был настроен президент И генеральный директор компании ДСК. Кому, как не ему, было известно, Что нельзя пускать дело на самотек. Иначе плакали миллионы. Пузырь лопнет, Инвестиции сдуются, А клиенты уйдут с непринужденностью кошки, Что гуляет сама по себе. А ведь можно Так развернуть дело, Что еще и должен Останешься. Достаточно будет Заморочек с налоговой, Инспекцией труда, Социальным страхованием, И пошло-поехало, Только успевай отбиваться. Административные штрафы, Взыскание, Просроченная задолженность, Пеня неустойка, И несчетное количество Таких же сюрпризов. Тогда-то и позабудешь О чистолюбивых планах Завоевания федерального кресла В старомонетном переулке. Уйдешь с головой в оборону. Не потерять бы то, Что имеешь. Брокерские компании Много раз просили Службу Милованова Снять запрет, Мотивируя просьбу тем, Что длительное ограничение Коротких продаж Пагубно влияет на рынок. В ходе камеральной проверки В компании ДСК, Сообщало федеральное ведомство, Было выявлено Неоднократное выставление На бирже заявок На продажу ценных бумаг, Которые в момент выставления Заявки у клиентов Отсутствовали И в их интересах Не были заключены До этого соответствующие Сделки По приобретению Ценных бумаг. Подстава! Был уверен Олег Андреевич Запрет на шарты Был введен В сентябре прошлого года И якобы помог уменьшить Глубину падения Во время Острой фазы кризиса Он действовал И в пятницу Когда у Олега Андреевича Аннулировали аттестат Хотя Миловановым Тут же был подписан Приказ Возвращающий С понедельника Короткие продажи На фондовый рынок Подстава! Хочет отыграться Показать Кто в доме хозяин Олег Андреевич Реско вскинулся с места Да чтоб его! Покажу ему Кузькину мать И где раки зимуют И где Макар Телят Не пас Тоже покажу Он передернул плечами Как затвором автомата Попомнит Сибирского медведя Наталья! Скомандовал селектор Да! С готовностью Откликнулся Секретарь компании ДСК Собирай планерку У Олега Андреевича Была концепция Своя собственная Теперь она нуждалась В корректировке Это был очень больной человек За обедом он глотал таблетки И поглядывал печальными глазами Пьеро Вот вам и соотечественники Деникин уплетал какую-то необычайного вкуса рыбу Не исключено, что из вчерашнего аквариума Нашек сразу различишь по напряженному сдвигу бровей и линии рта У русских особое выражение лица Согласилась Ольга Озабоченное Ага У этой озабоченности есть целый ряд причин К примеру Чувство тревоги порождает надменность Желание спрятаться за непроницаемостью И непробиваемостью Пулей непробиваемостью, уточнил он Приятного аппетита Приветливо бросил небезразличному к их разговору Пьеро Как ты думаешь, он нас слышит? Думаю, расслышал, что говорят по-русски Смотри-ка, кивнул Никак заметил мой реверанс Тебя попробуй не заметь Пьеро оказался легким на подъем И самодостаточным собеседником Он пересел к ним и живо осведомился И что это вы на меня молчите? Да, одессит Вернее, родился в Одессе Знаете, конечно Платаны, акации, мостовая из булыжника А люди? То-то и оно, что одесситы Свобода Какая без человека может быть свобода? Человек, прежде всего А вы из Москвы? Давайте же знакомиться Здесь почти не с кем поговорить А если кто приезжает, вовсе не горит желанием знакомиться Рыхлый этнос Каждый сам за себя Ничто не удерживает Не привязывает друг к другу Страна огромная, народу много Каждый сам по себе Вселенское одиночество Да нет, я тоже не исключение По большому счету Сами видите, один путешествую Ты где учился? В Новосибирске? В университете, знаю Много толковых ребят оттуда А я в физтехе, в Долгопрудном Но мышление у меня не техническое У меня, когда в институте учился, память феноменальная мыла Причем, что интересно, не просто память, а на события С точностью до минуты мог сказать, что когда было И на часы не смотрел Часы у меня в голове тикали От природы До сих пор будильником не пользуюсь Время знаю, хоть память не та Чай? Конечно Им только и балуюсь Сливки тоже возьми Давно здесь? Вторую неделю загораю Скучаю, страсть Стремно Обслуга наглая Уважения никакого Анимация на нуле Самодеятельность показывают и рады В Доме культуры лучше танцуют Я не шучу, лучше, во много раз лучше Лет десять назад сам бы так станцевал Ножку сюда, ручку туда, поворот влево, вправо, а дальше по кругу И все с каменными лицами Стремно Общаться не с кем А что, впервые в Египте? На экскурсиях не были? В Луксор съездите обязательно В Александрию По пути пирамиды в Каиры Каир грязный, не люблю его Но люди живут, свыклись Дело привычки У нас тоже свыклись Несогласных дубинками разгоняют У Думы милиция журналистский череп раскроила Пока дольщики обманутые митинговали Депутат денежки собрал А жилье строить не стал Да, вот такое жилье Одну букву заменить И полное безразличие к человеку Самонадеянное пренебрежение страной А вот и чай Благодарствую Булочки, выпечка, спасибо тебе Похоже, в голове его действительно тикали часы И часов этих было великое множество Для каждого меридиана у этого нервного Самодеятельного пьеро Нашлась бы своя мелодия и свой бой Для одних, цепляющих океанические побережьями меридианов Это была музыка медленная Успокаивающая Без прибоем и шумом ветвей пальмовых крон Для других сухими камнями и бесплотными видениями миражей Натреснутая речь электронного суфлера С редкими гитарными аккордами и долгим эхом пустыни Интересно, размышлял Деникин Каково это Выйти и гаркнуть в пустыню во все горло Чтобы гул оборванных арф прокатился до самого моря Гаркнуть, когда ни ветер, ни одна живая Ни потусторонняя тварь не смеет шевельнуться Из боязни потревожить лютого беса Вселенского одиночества Верите, булочки эти килограммами ем, не полнею Сколько людей мучается, диеты изобретает Меня это не касается Всегда был худым Жалочный поэтому Или жалочный, а потому худой Что вы, спортом не занимался На лыжах по молодости бегал Пока снег зимой был А теперь разве зима? В январе дождь идет В феврале снегопады начинаются И то снег ляжет и тут же тает Глобальное потепление Я не верю в него Пока весь мир ищет спасения У нас теплее не стало Так, перепады температурные Заклинило немного и все Кому жарко в Сибирь езжайте Почувствуете потепление Правильно говорю? Смотрю погоду Там минус 30 35 норма Каково потепление, а? А нам сказки о глобальном процессе Куда смотрим? Что видим? Для земляков у Пьеро была одна протяжная Душу рвущая виртуозная тоска Для которой и правда не важно Какой век на дворе Тема была знакома Димасик помнил ее с детства Когда положив голову на подушку Он различал завывания в юге Скрип полозьев Морозное дыхание пустоши И потом Белый снег Белый снег Белый день Ему не был ведом исход В тесномерке ушной раковины Вился снежный вихрь Вился всегда Достаточно было сложить ладонь И поднести к уху У богов в каждом глазе По два зрачка Для лучшего видения И эволюция на земле Тоже долго шла по этому пути Научиться видеть Видеть в совершенстве Не замечая мелкие огрехи Прощая прегрешения Чтобы каждому можно было сказать Здравствуй, милый человек Так вот, я вам скажу У власть имущих Не осталось и одного Они само собой Прошли школу имитации жизни Но к жизни их школа Не имеет отношения Да потому что Есть имитация решений Общественных проблем А не сами решения Им даже проблемы-то не знакомы Министр такой-то Приехал ознакомиться С состоянием дел На таком-то производстве А как же он министром-то стал Если состояние отдел не знает Это вопрос А вот ответ Должность продана Мздоимство Согласно утвержденным тарифам При чем здесь экономика Нескладная родная страна Власть Железной пяты И к этому мы пришли После трех революций Гражданской и Отечественной войны Перестройки Шоковой терапии И еще много чего Неужели мы заслужили Подобный исторический портрет На выходе Да И это еще не конец Инфернальность возрастает Не пройдены все ее девять кругов Грядет час быка Грустные уголки бровей Новоявленного обличителя Поднялись кверху Он совсем забыл о чае Булочках с помадкой Об отдыхе Видно кошмарная эта мысль Свербила в его мозгу Не позволяя расслабиться Не отпуская с далекой Ненастной земли Где некогда впервые И посетила его Этот маленький Чедушный пьеро Никак ощущал себя Ответственным За общечеловеческое развитие Шум единодушного Хода Всей его Армады часов Усиливал Каждое движение И был По-видимому Причиной Часто головных болей Больной человек Деникин сочувствием Смотрел на него Заработал себе язву Или что похоже На абстрактной заботе О конкретной истории Лучше бы о здоровье Подумал Ольга тоже Не могла смотреть на него Без сожаления Неудачник Вряд ли следует Иметь с ним дело Простым людям Как детям Надо рассказывать Обо всем Чтобы их Пронять Не замечали А по телевидению Фильмы о полудурках И нам оттого Не так за себя обидно Поверхностная Стандартизация Индивидов Создание толпы Дали пожрать И тут всякое мышление Потеряли Юмор для свиней За праздничным столом Держитесь подальше От салатов с сухариками Так можно лицо поцарапать Вот такой юмор На государственном телеканале Сериалы Со смехом за кадром Для кого Для обезьян Или для свиней Не телевидение ЦРЦ А ведь Вся природная Эволюция На земле Инфернальна Согласны? Одна тварь Пожирает другую И все ради Естественного отбора Им, животным Сырой, как грибница Сетчатки Затонули Зрачки Со временем Если не по щучьему велению Так по их хотению В таких же слепых тварей Должны превратиться и мы А здесь все средства хороши Подмена понятий? Да Околпачивание Еще бы Заговор молчания Конечно Физическое устранение Неподдающихся переделке Возможно и весьма Лет через сорок Узнаем, что это было С чего это гибли В самолетах и вертолетах Автомобильная катастрофа Или вдруг чашка с ядом С чего? Сейчас можно догадываться Расчет простой Действенный У Людовика Справедливого Был такой Правда Любы там всякие Не захотят отправиться На более или менее Длительный срок в Бастилию Разбредутся по кухням Как оно прежде было Ленин хура Ленин хара Ленин хура Хара Ведь так? Вот и сейчас Из наших судеб Гламурные персонажи Выдувают кредитные пузыри Пузырищи Я бы сказал Такие чтобы Пыжиться Пыжиться А затем лопнуть И ведь не безуспешно Народ ведется Ипотека на полвека Во как Уже почти удалось Соблазнить страну Крепостным Ипотечным правом Каждой семье По такой игрушке И никакой свободы Передвижения Будешь всю жизнь Платить Не сходя с места А места расписаны Загляните в паспорт Кто расписал? О Это люди особого толка Умеющие говорить одно А делать другое Что они думают? И думают ли вообще Одному Богу известно? Им под силу Тратить фонды в Германии Кататься своим сирен Еще они тушат пожары С воздуха в Греции А самолеты их возвращаются С контрабандой на борту Механизм прост Не верите? А как вам компании Что приноровились Из порошка Изготавливать Соленое молоко? За 30 ежедневных монет Бесплатные услуги Сотовой связи Ха Бесплатные СМС Всю ночь Всего за 3 рубля в день То есть как бы бесплатные Исключительно Из-за двусмысленности Русского стандарта Стремно Молоко Пастеризованное Пастеризованное Да не вы Пастеризованное Слышали как сообщают Из России Выходит газ Несчастное Великое И могучее русское языка Амортизация Все растет Инферно Сгущается Образование Катится под уклом Олигархам Не нужно Образованное Население А то ведь Начнет права требовать Чтобы по закону Все было О, им не нужен Умный народ Гораздо легче Быдло запрягать Подростки Садятся на наркоту Вот вам Опять инфернальность Люди живут В бараках Работающие люди Заметьте Не бомжи Какие-нибудь Не выпивохи Общество Раскололось На сверхбогатых И массу нищеты На фашистов И пролетариат И это При современной Тотехнике Назад К олигархии К железной пите Вернулись Почему То ли из-за того Что этнос такой Как тасовка Из старого анекдота Сова Ты птица Какая Дневная Или ночная Уже Никакая Спилась Совка Учухалась В драбадан А может Наоборот Этнос Рыхлый Потому что Под железной Питой Еро Говорил И говорил Его речь Велась Вокруг Веретена Необходимости Бессильное Справиться С натяжением Телесных Начал Сны Сны На ветру Видно Так и есть Отдел Наш лишь Дым и пепел Деникин Заерзал От того Лишь Что ему Нечего Было Возразить От того Лишь Что в лице Бедного Больного Соотечественника На котором Не угасли Одни Только Глаза Испугался Своего Будущего Весь Облик Того Свидетельствовал О непрестанной Борьбе Характера С настоянием Заменить Прямолинейным Безобразием Изящные Извивы Природной Межи Деникин Полагал Что с возрастом Эта борьба Обостряется Так в представлении Советского Школьника В эру Новой Жизни Обострился Естественный Отбор У верблюда Два Горба Написал Он От того Что жизнь Борьба Деникин Доказал бы Эту сентенцию Следующим Образом Жизнь Борьба Потому что Вряд ли Удастся Прожить Ее Безмятежно Никому Это Не удавалось Или Вряд ли Удастся Во всяком Случай Здесь У нас Где Количество Адреналина В крови Зашкаливает Как в игре Со ставкой На жизнь Повседневная Обыденная Русская Рулетка Привычная Настолько Что И не думаешь Не гадаешь Даже Выстрелит Там Будет Видно Кошмар Бредовая Затея Забава Из гангстерских Боевиков Кошмар Настигал Наяву Кошмар Света И пустоты В котором Шел мокрый Снег И хлопья Падали Не достигая Земли Так Было В детстве Во сне Так Было И накануне Миллениума Обыкновенно Он даже Не подозревал Какие Перипетии Готовит Игра За неделю До Нового Года В ДСК Пришел Бородач С портфелем На бечевке В портфеле Были Аккуратно Уложены 40 тысяч Долларов Сумма По тем временам Значительная После дефолта 98 И девальвации Можно было Квартиру На Арбате Купить А дело Было Сразу После Выбора В Думу После сокрушительного Поражения Коммунистов Когда акции За неделю Выросли В цене Вдвое Рынок Ожидал Коррекции Процентов Эдак На 20-30 Но Как было Объяснить Это Нетерпеливому Северянину Во что бы то Не стало Желающему Купить На всю Наличность Акции Газпрома Как было Ему Объяснить Что уже Через 3-4 Дня Он Не досчитается Пятой То и Четвертой Части Вложенных Средств Деникин Предложил Ему Диверсифицировать Инвестиции Поместив Хотя бы Половину В облигации Федерального Займа Где нибудь Через месяц После коррекции Деньги Можно было бы Вывести Из долговых Бумаг И переложить В долевые В тот же Газпром Если так Ему Угодно Бородачу Не очень То нравились Мудреные Термины Тем более Предложение Приобрести Государственные Облигации Это спустя Год с небольшим После дефолта Во всей Его наружности Читалось Надуть Пытаешься Не взбергайся Не выйдет Деникин Проводил Бородача В клиентский Зал Пусть Дескать Пообщается С такими же инвесторами Узнает Что они По этому Поводу Думают Он Ведь Только Добра Желаем Особенно Начинающим А потерять В одночасье Десять Пятнадцать Тысяч Зеленых Будет Ой Как обидно Деникин Тогда Позвал Шушаняна Тому Как аналитику Следовало Обосновать Предложение От дела По работе С клиентами Макс Притопал На костылях Он Был Первым Кто Подхватил От Олега Андреевича Эстафету Загипсованных Ног Но Бородач Был Непрост Несмотря На все Заверения Акул Биржевого Трейтинга Он Настаивал На своем Скептически Выслушав Прогнозы Белых Воротничков И Пессимистично Оценив Перспективы Правильного Сращения Костей У Красавчика Он Потребовал Чтобы Его Деньги Сегодня Были Помещены В акции Газового Монополиста На тот Момент Законодательство Безусловно Запрещало Фондовым Брокерам Совершать Банковские Операции Принимать Валюту И Конвертировать Ее В Рубли Деникину Пришлось Идти Коллегу Андреевичу Объяснять Ситуацию У Михасенко Сразу Возникла Мысль О Возможной Подставе Однако Он Отдал Распоряжение И Кассир Пересчитал Доллары А стервоза Из Бэк-офиса Подготовила Договоры В тот же день По Требованию Новоиспеченного Клиента ДСК В Несколько Приемов Приобрел На Московской Фондовой Бирже 235 Тысяч Обыкновенных Акций Рао Газпром По Средневзвешенной Цене 5 рублей 10 копеек За Штуку Затем Был Новый Год И Президент Ельцин Скоропалительно Ушел В Отставку Рынок В Первой Декате Января Вырос Вдвое Инвесторы Почувствовали Уверенность В завтрашнем Дне Наступала Эпоха Миллениума Гламура И неприкрытой Ничем Более Нищеты Никто Уже Не обещал Лечь На рельсы Защищая Интересы Народа Не уходил С отчаяния В беспробудный Запой Не мучился Болью В сердце Пришли Трезвые Благонадежные Ребята Твердо Знающие Что Почем Скорость Им Стала Принадлежать Вся Страна С Недрами Лесами Полями И Людьми И в шахтах И на полях Уж Кому Кому Деникину Не нужно Было Этого Объяснять Расценки На чиновничьей Резолюции Согласования И принятия Решений Устаканились И росли Вместе С денежной Мастой В обращении Акции Газпрома Стоили Уже Более Десяти Рублей И Деникин Старался Не попадаться На глаза Профетическому Бородачу В стране Где Построение Управляемой Демократии Приняло Неуправляемый Характер Клиенту Не следовало Знать Слишком Многое Из того Что происходит На самом Деле И следовало Верить Во многое Такое Что Сфабриковано Специально Для его Потребления Получилось Наоборот Клиент Обыграл Профессионалов Казус Был бы Приятен Во всех Отношениях Если бы Клиенту Самозабвенно Не доказывали Обратное Словно Пытаясь Увести Удачу Из рук Восемьдесят Тысяч Долларов И Больше В ДСК Его Не было Видно Укатил Пади В Москву Или На Канары Предположил Деникин Чувствуя Как гора Пала С плеч Беседа Между тем Приобрела Накал Истинного Пафоса Теперь Каждому Казалось Что Пьеро Обращается Именно К нему Славное Отечество Это Называется Рыхлый Этнос Мы Русские Проявляем Ужасную Глупость Весь Мир Понаслышке Знает О наших Безумствах А мы Еще Ездим В другие Страны Чтобы Показать Их Вообще Поселите Трех Русских На Необитаемый Остров Можно Даже Без Женщины Они И недели Не Протянут Чтобы Не Разругаться Вот Вам И Последний Герой Выходцы Из Малых Народностей Те Друг За Дружку Держатся Помогают Как Будто Все Родственники А Тех Кого Миллионы Десятки Сотни Миллионов Не Хотят Знать Друг Друг Друга Давным Давно Стали Чужие Многочисленный Этнос Рано Или Поздно Сталкивается С проблемой Своей Идентичности С проблемой Целостности В конечном Итоге Вот Что Нас Объединяет Язык Память Культура Может Быть Законы Деньги Взаимные Интересы По Всем Этим Линиям Мы Разобщены И Раскол Углубляется Все Больше Углубляется Благодаря Политической Власти Не Везет Нам С Царями Генсеками Президентами Не Везет За Триста Лет Лишь Петра До Александра Освободителя Можем Вспомнить И Те Выдающиеся В определенном Смысле Не Всегда Человеческом Тем Более Ленин С Его Необыкновенным Счастьем И Французов Деголь У нас Брежнев У Американцев Рузвельт У нас Наша Вам С Кисточкой Джугашвили Почему Не Везет Либо Кровавая Диктатура Бюрократия Либо Бесповоротный Развал Да Действительно Плохой Русский Стол Подумала Ольга А теперь Еще и Рыхлый Этнос Для Комплекта А как же Екатерина Поинтересовался Деникин Екатерина Великая И Елизавета Петровна Да еще И Анна Иоанновна Пожалуй Спорить Не буду Но это Были скорее Цари Чем Царицы То есть Их Царствие Надо Исследовать По делам А не По речам Ибо Не дела Совершаются Ради слов Но слова Ради дел В наше Время С точностью Да наоборот Все ради Красного Словца А строительство Государственного Строительства Ноль Грубо говоря Тогда бабы У власти Были Что мужики А ныне Мужики Что бабы При этих словах Демасик промычал Что-то невнятное А Ольга Заулыбалась Думаете Краски сгущаю С пылом Бросил Пьеро Или было иначе Да не было иначе Так что ж Ольга Сама Это прекрасно Знала С Меншикова До Чубайса Любовные отношения С властью В присказках И анекдотах Разве что Ненавидящий Все и вся русская Феликс Эдмундович Показал Бюрократии Кузькину мать Учудив новую Жестокую Кровавую Дисциплину Из всех Ничтожных Обитателей Мира Сего Коим повезло Оказаться Во ржавых руках Уцелели Одни только Польские Ксензы Православных Батюшек Железный Феликс Погребал Под обломками Храмов Вместе с Либерально Настроенной Профессурой И таким же Недалеким Вольнодумным Студенчеством Экспериментируя Над страной По образцу Латышских Стрелков И народных Комиссаров Изгнанных Некогда С обетованной Земли Что говорить Большевизм Рожденный В Лондоне Партийным Разбродом И вправду Интернационален Под личиной Революционером Следом За чекистом Пришел Коба Еще один Отец Геноцида В ненависти Варяга Переплюнувший Даже потомка Добрых Панов Из террористического Крыла Подпольной Партии Вышел Устатый Кавказский Вождь И методы Его были Террористические Так На свет Появилась Система Во злобе Потрясающая Боеголовками И чугунной Привязью Цепных Псов Так Родился Миф о советской Военной Угрозе Угроза Не была Мифической Кто бы Сомневался Мифическим Было якобы Всенародное Одобрение Власти Советов А именно Ее Голоштанную Навязали Этносу Лескова И Куприна Щетина Из штыков И ружей Социальной Справедливости Болючей Всего Тыкалась Врасколотой Лишениями Затравленный Народ Его Вера И принимаемая Варягами За слабоумие Долготерпимость Помноженная На копеечно Оплачиваемый Труд Как всегда Во имя Мировой Революции Или энергетической Стабильности Всей Евразии Или чего-то Еще Делали Богатых Богаче А бедных Беднее Все это Ольга Прекрасно Знала И без него Знала Что 2% Жителей Страны Олигархи А все остальные Доширархи А также То что Над всем Этим Один Прекраснодушный Дохирарх Виктор Марьяныч С анатомическим Унитазом Омываемым Слезами Завистников И апартаментами Выголобленными В гигантском Золотом Слитке Знала Что по сравнению С Виктором Марьянычем Все остальные Олигархи Доширархи Что из того Что это меняло Вся Москва Хотела бы знать Откуда у Виктора Марьяныча Столько денег Как ему достался Древний талисман Самородные яйца Судьбы Приносящие Власти богатства Тому Кто ими владеет И как часто Виктор Марьяныч Трет эти яйца Чтобы держать нефть На максимуме цены Вы постарайтесь Найти мысль Заговорила она С которой вам Хорошо Так чтобы вам Самому было Уютно Думайте Позитивно Самолюбование Упаси бог Советников Змееносцев Затверделой самостью Хватает и без меня Кто они Приклебатели А похолоносцы Демоны Недомыслия Думают Не своей Чужой совестью Кризис у них Уже кончился А по мне Только начался И несут нас Неизвестно куда Ему волны Противно мне Умничение Сравнение Сравнение России С Голландией Голландской болезни С российской Только в ушанке И все со смешком Стремно это Почему сразу Стремно Ступился Деникин Потому что Неправда Меланхолично Объяснил Пьеро Не верю я Жабьим Ртам Чиновников И самодовольным Улыбкам Пасынков Тоже не верю Руки У них Загребущие Глаза Заведущие Злобу Накопили На тысячу Лет вперед И гонят Всех в бездну Читали Толстого Вот что писал Есть такое дело Государственная Служба При котором Можно обращаться С людьми Как с вещами Ничего Не изменилось С тех пор Эти люди Застрахованы От жалости Чиновник Страшнее Разбойника Разбойника Можно разжавля Бить Чиновника Никогда Что же Все безжалостны Что ли Грубовато Буркин Блиникин Выходит Что все Но это Вряд ли По моим Наблюдениям Выходит Что все Мягко Подчеркнул Перо А ведь Так нельзя Ныне Людям Человекам Стало Понятно Что даже С природой Следует Обращаться С осторожностью А не Абы как Иначе Исчерпает Себя Истощаться Ресурсы Друг Дружку Тоже Нужно Относиться С осторожностью Вот тогда Будет Польза А иначе Вред Обоюдный Как с пчелами Как с землей Любить ее Надо Землю Эту На которой Живешь Он еще И толстовец Ольга Искала Способ Завершить Затянувшийся Обед И приятно Провести Время Желательно Без Воспоминаний О случайном Знакомстве Жора Кое-что Рассказывала Ей Об одном Своем Приятеле Предусмотрительном До мелочей Приятель Отъезжая В дальние Страны Общался С женой Исключительно На английском Благо Та Преподавала Язык В школе Тогда И обслуживание Было Получше И Соотечественники Не прилипали А в случае Чего После этого Обычно Отставали Почему-то Не желали Общаться С финнами Скажите Вы Знаете Что Делать Спросила Она Или Это Загадка Истории Извечный Русский Вопрос Пьеро Обличитель Толстовец А может быть Просто Одинокий Больной Человек Умными И глубокими Словно Умоляющими Глазами Посмотрел Ей В лицо Вопрос Старый Но Неизвечный Сказал он На него Имело бы Смысл Отвечать Если бы Возможной Стала Альтернатива Альтернативы У нас Не было Последние Триста Лет Не много Ли Поглядите У немцев Несогласных С политикой Германии Или еще С чем Всегда Была Возможность Жить Среди Других Немцев В своей Культуре И языковой Среде В Австрии Швейцарии Лихтенштейне Пусть Даже Эта Возможность Была Только Для Богатых Но Она Была У Французов Монако Канада Туда Можно Уехать Что Говорить Об Англичанах Для них И Соединенные Штаты И Австралия С Новой Зеландией У Испанцев С Португальцами Тоже Немало Альтернатив Вся Латинская Америка Множество Государств А у нас На планете Ян-Ях Населенный Одним Великим Народом С его Синтетической Но все Же Монокультурой Развитие Обречено Оставаться Однолинейным Ситуация В корне Иная Страна Нагромождения Одна Государственность На всех И никакой Альтернативы А потому Отсутствие Соревнования Отсутствие Инициативы Позволение Чиновникам Творить Что угодно И как Сравнивать Танецким Везде Единый И могучий Советский Союз Империя От Атлантики До Тихого Океана И мы Посреди Континента Носим в крови Далекое море И тоску По нему Что? Украина? Так и о том же Русская Шляхта Земли И русское Воеводство Во Львове Выборная Королевская Власть Когда сын Русского Князя Иеремии Вишневецкого Короля Речи Посполитой И это Как я Стоит из Истории Была Единственная Альтернатива Потом И той Не стало Если только Мятежный Кронштадт В 21 Или Остров Крым Как у Аксенова Но это Фантастика Как Бесконечно Странна И печальная Жизнь Во власти Инферно Только Серьезные Длительные Усилия Могут Превратить Безвыходные Его Круги Выходящую На Бесконечную Спираль Пьеро Паник Интонация Потеряла Прежнюю Силу Взгляд Затуманился Звуки Стали Ленивыми И Невнятными А еще На деньги Военного Министерства Оставшиеся Во Франции После Революции Можно Было Купить Целый Остров Для Иммигрантов И Это Тоже Была Быть Некая Альтернатива Государственного Устройства Но Генерал Финансист Вернул Их Товарищу Джугашвили В детской Наивности Дворянин Человек Чести Генерал Верил Что Они Послужат Народу Ах Да В чем То Послужили Не спорю Вот Еще И Маньчжурия Была Харбин Русский Город Но И Туда Людоед Добрался Никакой Альтернативы Одна Утопия Ну И нам Что ли Пора На наш Утопический Пляж Приподнялся Деникин Вы Загораете После обеда Что вы Холодно Обслуга Поглядите В куртках То Вот и Оно Что Обслуга Мы Тут Ленин Господа Меня Вчера Официант Сэром Назвал Все Это Иллюзия Слабо Проговорил Обличитель Думаете Я не Понимаю Что Ворох Своих Причет За Ум Вы Даю А На самом Деле Мучительно Что Ничего Изменить Нельзя Переиграть По Новой Ведь Где-то Рядом С Удачей Ходим И Вот Эта Физическая Невозможность Перезагрузки Придает Исключительную Трагическую Остроту Шестеренки Где-то Не схватываются Одна С другой И Жизнь Вхолостую А Можно Было Бы Так И Так И Так А Все Это Большая Иллюзия Вы Не Думаете Ни О Чем Прошептала Ольга Или Все-таки Попытайтесь Найти Мысль С Которой Вам Будет Спокойно Представьте Что Вы На Мягком Диване Ситуация Не Напрягает Переступите Порок Радости Неужели Вы Считаете Что Можно Себя Обманывать Скочил Пьеро Как Переступить Этот Порок Если Целая Страна В Я Так Не Могу Увольте На Мгновение У нее Возникло Ощущение Что Пьеро Упадет Так Шатко Держался Он На Ногах А Димасик Даже Хотел Было Подставить Ему Плечо Но Он На Стоя 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 Я Написал Девять Книг Девять Монографий Каждая Крупное Научное Достижение Я Экономист Математик Ученый Мне Не нужно Ничего себе Придумывать Это Не Психологическая Проблема Не моя Выдумка Таковы Факты История Вам Конечно Нет До Всего Этого Дела А Если Есть То Не Сейчас Извините Помешал Вам Даже Не Знаю Как Это Все Само Получилось Хотя Каждая Моя Книга Картина Вечности И Будет Жить Вечно А Это Много Больше Чем Я Так Таково Мое Восхождение Из Инферно Душа Моя Прочно Утверждена На Скале Вечности Теперь Все Сказал Рад Был Знакомству Он Вскинул Голову И Глядя Прямо Перед Собой Вышел Из Ресторана Быстрой Категорически Принципиальной Походкой Ну Что Как Тебе Осведомился Деникин Оленька Не Успела Ответить В Зал С Шумом Влетела Компания Гиперактивной Молодежи Сразу Завладевшие Всеобщим Вниманием Двое По всей Видимости Были Супруги Третья Теща Или Свекровь Тоже Была Молода И Вносила Сумятицы Больше Чем Эскадрон Гусарских Драгун При Въезде В Губернский Город По Манерам Она Вполне Могла Бы Сойти За Буфетчицу Из Того Самого Городка Куда Ворвались Гусары А По Напору Буфетчица Ринулась Вдоль Раздачи Попеременно Срывая Крышки С мясных И рыбных Кастрюль И тыча Вилкой В гарниры Ну вот Что я Говорила Возопила Она Сегодня Другой Повар И есть Нечего Парнишка В маечке На худенькие Плечики Уже Что-то Набирал На большую Тарелку Саша Брось Брось Это я Сказала Этого Есть Нельзя Возьми Огурцы Помидоры Салат А это все Залежала Выбрось Доча Что ты взяла Картошку Разве Это картошка Горох В тесте Даже Не думай Не пойми Что сюда Наложили И доча Вывалила Не пойми Что Обратно Откуда Взяла Да Процедил Деникин Наши люди С ними Не соскучишься Рыхлый Этнос Ольге Стало Смешно В ценах Провинциальной Жизни Под амфитеатром Овощей И закусок Было Нечто Забавное Прекрасное Трудно Свобода Противоречива Свобода Быть Таким Каково Намерением Быть Солнце Страны Коптов Повернуло Назад К горизонту Впереди Была Еще Половина Дня Весь Вечер Ночь Целая Жизнь Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор Корректор